Еще раз обновить страницу. Теперь я в прямом эфире. Прямой эфир, ура! Сейчас должен появиться звук. Саша, обновил страницу. Что-то меня слышно. Раз, 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 раз. Уже слышно. О, слышно. Что ты же слышишь, Саша? Ты же нас слышишь? Андрей Игоревич, говорите. Итак, здрасте. Сейчас звук у нас должен появиться. Давайте уже... О, все есть, ура, все слышно, ура, наконец-то. Все слышно и видно, ура. Добро всегда побеждает зло. Злые силы не дали нам возможности соединиться сразу, но мы их победили все равно. Итак, здрасте, я вас всех приветствую из своего офиса, который находится в городе Киеве. Не видно и не слышно. Обновите страницу. Обновите страницу. Ура, наконец-то и звук есть, всем видно и всем слышно. Недавно была такая история. Женщина мне говорит, я пишу ей ВКонтакте, свяжитесь со мной, пожалуйста, в моем Скайпе, хорошо? Я вас буду ждать в 11 часов дня. Она мне пишет, если меня не будет в Скайпе, то напишите мне сообщение такое на телефон, что я уже в Скайпе, вас жду. Получаю я сообщение в 11 часов дня, оно выглядит так. Таня, я на сайте. Я не отвечаю. Снова она мне пишет, это Таня, я на сайте. Я думаю, ну в каком сайте она? Ну при чем тут сайт? В каком сайте? После этого звонок от нее. Я беру и говорю, что вы от меня хотите? Она говорит, так, это ж Таня, я на сайте. Я говорю, на каком сайте вы? Ну мы же договорились, я на сайте. Ну прочитайте, как сайт называется. Она говорит, Таня Петрова, о боже, это что, про меня? Я говорю, вы в Скайпе, там ваша фамилия, это у вас страница так называется. Да? Ну да, я говорю, вот это да. Если вы в этом не разбираетесь, и вам что Скайп, что сайт одно и то же, то не занимайтесь инфобизнесом. Я могу вам дать совет, этот бизнес не для вас, он вам не нужен. Вот так. Итак, давайте сегодня начнем. Итак, сегодня я хочу рассказать об одной эзотерической тайне, а также презентовать еще раз то, что я называю шумы. Также расскажу о мошенниках, которые пробуют каким-то образом влиять на наши шумы и продают непонятно что, записанное на, наверное, телефон, непонятно какие звуки и для чего они это делают, я тоже не знаю. Тем не менее, я считаю, что кто-то должен нести за это ответственность. Итак, обо всем по порядку. Сегодня я хочу вас познакомить с одной эзотерической тайной, которая очень часто мешает людям правильно жить. Эта эзотерическая тайна, она связана с определенным элементом нашей жизни, когда наш организм начинает принимать энергию и начинает отдавать. Так вот, когда мы просыпаемся, наш организм начинает колоссально, в большом количестве отдавать энергию. Все наши энергетические центры, которые назначены или предназначены, чтобы отдавать эту энергию, они в этот момент начинают активироваться. Если у вас организм так настроен, чтобы утром не отдавать энергию, это говорит о том, что у вас где-то эта энергия не накапливается. А здесь есть тайна. Энергия накапливается в определенное количество времени. И что это за энергия? Энергия накапливается только в определенное время, которое звучит так. Итак, тайна эзотерики номер один, которая полностью может поменять вашу жизнь. Но начну я это все по порядку. Итак, у вас есть бизнес. В этом бизнесе вы достигли чего-то, каких-то высот или не достигли. Также у вас есть, допустим, какой-то доход, и у вас получается зарабатывать в этом доходе или не получается зарабатывать. Вы начинаете использовать мантры, начинаете практиковать шумы или начинаете каким-то образом работать над собой. Но у вас все равно ничего не получается. И после этого естественным появляется вопрос, Андрей Андреевич, что же во мне не так? Почему на меня не действуют эзотерические практики, не работают шумы и так далее? Не так. Закон звучит так. Мы накапливаем энергию в определенное время. Накапливать энергию необходимо с 6 часов вечера по 11 часов вечера. Каким образом ее накапливает человек? Мы накапливаем энергию, которая является топливом для нашего бизнеса в это время, только исключительно, если тотально контролируем свои эмоции в это время. Если у вас в это время эмоции позитивные, вам хорошо, вы радуетесь, у вас состояние комфорта, состояние счастья, вы уравновешены, у вас нет истерии, истерик, нету грязи, вы не озабочены в это время, вы не переели, не недоели, не голодны и вам хорошо, то тогда утром у вас будет много энергии и утром у вас будет получаться делать бизнес так, чтобы он приносил доход. Понятно? А теперь давайте вспомним. Если наш бизнес это теплоход или паровоз, в который необходим бензин, то скажите, какой бензин мы накапливаем с 6 часов до 11 часов дня? Вернее, вечера. Итак, вы пришли домой, и после этого дома у вас начинается. Мне не нравится то, где я нахожусь, после этого вы ужинаете. Обожралась, какого фига я обождаю. Что же посмотреть? Может ужасы посмотреть? Может программу ситуации посмотреть, я не знаю. Посмотреть о том, как президенты воюют с президентами, о том, кто из нас плохой, хороший, какие люди хорошие, какие плохие. Что вы делаете? В этот момент вы должны быть целиком осознанными, и в этот момент вы должны исключительно получать заряд позитивной комплементарной энергии. Комплементарная – это однонаправленная. В этот момент вы должны не вспоминать прошлого, не думать, как вам плохо, не делать разборки, не выяснять отношения. Это время, которое у вас целиком связано с тем, чтобы ваша жизнь выровнялась. А теперь скажите, кто совершает такие ошибки? Конечно же, все совершают. Как это начинается? В 6 часов вы закончили работу. Едете на машине домой, и начинается. Был нах, куда ты был, нах и так далее. И после этого вышли из машины, зашли в подъезд, пришли домой, а там, как в этой песне Высоцкого, пришел домой, там ты сидишь. И начинается выяснение обстоятельств. Я устал, какого фига дети кричат, я на всех раздражен, я обижаюсь, меня ничего не интересует, я злюсь, давайте бегом сжать, тихо замолчите. Почему твоя троюродная сестра нам звонит? Что это такое? Почему у нас грязно? Почему я грязный? А что же мне так плохо? А утром нет денег. И после этого до 11 часов человек дотерпел, в 11 часов лег спать. А с 11 часов, когда вы ложитесь спать, начинается восстановление сначала психической деятельности, чувственной деятельности, и после этого аж под утро физического тела. Естественно, обычно люди этого не знают и совершают одну из самых глубоких ошибок, которая называется, не зная, как жить с 6 до 11, вы не имеете энергии. А также у вас бизнес не получается. Почему? Именно в это время, с 6 до 11, вы должны испытывать состояние счастья. Если вы зададитесь целью, и с 6 до 11 вечера, находясь дома, или в гостях, или гуляя где-либо, будете испытывать состояние яркости, счастья и внутреннего удовольствия, то тогда у вас очень быстро и найдется работа, и появятся отношения, и найдете любимого мужчину, и так далее, и так далее. То есть, если вы хотите, это мой совет вам номер один. Скажите, ответы уже появились? Наверное, у некоторых людей начинают появляться ответы. Почему? Днем вы отработали, и вам, наверное, вечером тяжело, а вечером начинается что? Раздражение. Когда человек приходит домой и начинается. Если он с кем-то раздражается, если он сам печалится, если он сам уже очень давно страдает. И вот это все заставляет человека без конца страдать, без конца нервничать. Ну, непонятно как жить и, естественно, не иметь денег. Естественно, многие люди, наверное, послушав все это, скажут мне следующие слова. Андрей Андреевич, ну есть же такие люди. Да, я вам могу сказать, как это обычно устроено у некоторых мужчин, которые умудряются хорошо зарабатывать, при этом не умудряются быть хорошими людьми. Они в 6 часов едут, в 6 часов едут не домой, а едут играть в бильярд, после этого напиваются пивом, после этого начинают получать от жизни мнимую, мнимую, как они считают, радость и удовольствие. У них появляются там яркие эмоции и так далее. И у них утром появляется возможность зарабатывать деньги. Почему? Подумайте сами, они испытывают от этого удовольствие. А скромная женщина отработала на работе, поехала домой, после этого приехала домой, ну и по идее ничего не произошло. Никакая эмоция не выработалась. К вечеру к 10 она покушала, после этого к 11 обвинила себя в том, что она покушала. На 7 граммов больше, чем в предыдущий день. После этого час пострадала или глаз падает? После этого у нее будет идти материальное благополучие? Наверное, не особо. Согласитесь, да? Вот такая вот очень интересная система или вот такой очень интересный механизм. Сразу же вопрос. А имеет ли значение часовой пояс? Не имеет значение часовой пояс. Имеет значение, когда вы проснулись. То есть вот этот элемент бодрствования приводит нас к тому, что если вы встали, допустим, в 9 часов утра, то с 6 до 11 у вас будет вот этот момент или этот сегмент, когда вы должны накопить исключительно позитивную энергию. Что нам мешает? Телефон. Нужно выключить телефон. Интернет. Нужно выключить интернет. А что же остается? Близкие люди, которые рядом. В этот момент вы должны настроиться на то, чтобы испытать состояние принятия этих людей и испытывать от того, что они рядом с вами находятся, радость. В этот момент не нужно кого-то воспитывать. В этот момент не нужно воспитывать детей. Смотрите, вы вечером пришли и расстроились. Ребенок принес плохую оценку. Кто-то плохо там себя ведет. У кого-то там какие-то неприятности. Вот если это происходит у вас с 6 до 11, и вы обычно об этом переживаете, то после этого, тире, денег не будет. Там муж пришел, он денег не принес, вы себя накрутили. С 6 до 11 это произошло, тире, денег не будет. У кого? Ни у мужа, ни у вас, ни у тех, кто связан с вами. Тогда вы должны понять, время с 6 до 11, это время зарабатываниями нами энергии для денег. Да? Теперь, почему у нас нет денег? Поднимите руку, кто знает. Ура, наконец-то мы это знаем. Потому что мы дома бесимся, нас все бесят, мы нервничаем, нам плохо и так далее. Но если вы гипотетически, прямо сегодня, начнете это определять, и это замечать, а я, вы представляете, специально моделировал эти ситуации, и специально делал так, чтобы вывести кого-то в это время, или посмотреть, как это все устроено, и делал так, неделю вечером страдал, или неделю вечером радовался. Что вам сказать? Прямо противоположный эффект, или прямо пропорциональный эффект, не противоположный, а пропорциональный. Ты счастлив, вечером у тебя все хорошо, ты с детками играешься, там, куколки, танцуешь с кем-то, на кого-то смотришь, получаешь удовольствие от еды, от сна, от отдыха, еще от разговора, тебя никто не бесит, все, тире, жди, завтра будут деньги. У тебя вечером кто-то бесит, еда невкусная, все рядом идиоты, ты сам нажрался, все, жди, денег не будет. Прямо пропорционально тому, что я говорю. Контролируйте время с 6 часов вечера до 11 часов. Напишите это время на руке в виде татуировки, и сделайте так, чтобы это было для вас святое время бесконечного идейного праздника. Здесь вот такая фишка, если вы вечером с этого времени с 6 до 11 будете страдать, то утром будете просыпаться поломанными. Но если вы измените себя и с 6 до 11 будете радоваться, то вы утром будете просыпаться и утром у вас будет появляться энергия. Запомните это. Что происходит после 11, неважно. После 11 вы можете начинать ругаться. Если вы после 11 часов начинаете ругаться с 11 до 4 или с 11 до 3, то вы станете идиотами. У вас изменится и уменьшится энергия в голове. Если с 3 часов и до 5 часов утра или до 6 часов утра вы начнете с кем-то ругаться, у вас изменится энергия и вы утром станете деревяшками бесчувственными. Если у вас с 6 часов и до 9, когда вы проснулись, нервное состояние переживания и вы начнете ругаться, то вы 100% будете болеть и ваше физическое тело начнет разрушаться. Таким образом, вот эти временные диапазоны они безумно важны. А уже когда вы проснулись и открыли глаза, с 9 часов у нас начинается жизнь или с 7 часов. Когда у вас открылись глаза и вы в этот момент начинаете отдавать энергию. Естественно, я могу вам сказать, где-то же вы ее должны были накопить. Так вот, энергия денег, она связана напрямую с энергиями чувств, которые возникают. Чувств. Это очень важно. Чувств. Здесь не знания важны, а чувства. Хотите читать книги и быть умными людьми, накапливайте энергию после 11 часов вечера. Хотите изучать английский язык, начинайте его изучать с 11 до 3. Тогда вы будете его знать. А если вы будете его изучать с 6 часов вечера до 11, то вы его не изучите. С чем это связано? Это связано с тем, что есть временной диапазон восприятия человеком определенной информации. Чувственная информация воспринимается в диапазоне с 6 до 11. Чем больше чувств вы будете собирать, тем больше у вас будет эманаций и зарабатывания или увеличения материального благополучия. Понятно, да? Скажите, теперь стало понятным, я, наверное, ответил на основной вопрос, от чего получается, от чего не получается. Ну, потому что я всегда говорю, одно условие, которое везде и для всего присутствует, всегда получая от жизни удовольствие, испытывая радость. Посмотрите, как нужно делать. Человек пришел домой, пришел пьяный или человек пришел домой, пришел выпивший. Вы можете его воспитывать и страдать, а можете предложить ему отпраздновать праздник и вместе с ним еще добавить. Вот смотрите, если вместе с ним добавить, то радость увеличивается, если воспитывать, то радость уменьшается. Тогда что лучше выбрать? Ну, уже если на то пошло, то по принципу увеличения радости. Понимаете? То есть люди очень часто стараются поменять кого-то, а не принять кого-то. А я очень рекомендую научиться принимать. Принимать, это значит, либо делать то же самое, либо радоваться тому, что происходит. Понятно? Ну что, скажите, вам понравилась та информация, которую я вам дал? Все, положите в коробочку по 100 долларов до свидания. Очень часто, очень часто люди спрашивают, я не могу выйти замуж, я не могу выйти замуж, у меня не получается, никому не интересно. Итак, основные принципы того, что человек должен выйти замуж, заключаются в том, что первое, сейчас с шутки начну, обычно женщине необходимо три вещи. Первое, сделать губы, второе, сделать грудь, и третье, найти того, кто это все оплатит. Правильно? То есть, это три принципа женщины, современной женщины, естественно, это шутка, это не так на самом деле. На самом деле, к груди нужно добавить еще что-то, что нужно сделать, купить квартиру, наверное. То есть, купи машину, купи губы, купи грудь, и теперь кто за это все заплатит, если бы за это самой не платить. Тем не менее, это все шутка, я считаю, что женщина должна знать или владеть тремя такими элементами. Сначала я расскажу основные психологические и психические, и после этого перейду на эзотерические. Итак, номер один. Мужчины любят эмоционирующих жить. Серьезно. Мужчины любят эмоционирующих женщин. Если вам кто-то когда-то рассказал, что быть человеком неэмоциональным и делать так лицо, чтобы оно не шевелилось, хорошо, и вы не постареете, знайте, никто с вами жить не захочет. Жить с маской на лице, неинтересно, почему, там не видно эмоций. Второе. Мужчины любят женщин, которых нужно защищать. И третье. Мужчины любят женщин, которые восхищаются. По-другому похоже на женщин дур. Дурак-йог. Что это значит? Мужчина говорит, меня зовут там Петя. Он говорит, да ладно, какой ты молодец. Где ты работаешь? Я работаю там на стройке. Ого, ничего себе, коже ты молодец. Что ты умеешь делать? Строить, вот это да. Все, вы его уже закадрили. Понятно? Если вы женщины начинаете восхищаться мужчиной, значит все у вас получится. Хотите закадрить мужчину, восхищайтесь им. Как? Не имеет значения. Мужчины любят, чтобы ими восхищались. Нельзя мужчине говорить, я восхищаюсь тобой, я восхищаюсь, что это такое. Не я восхищаюсь тобой. Мужчина сразу же подлавливает это и понимает, что восхищаюсь, это наученная кем-то информация. Нужно говорить, ну как дела, устал, ого, так много работаешь, аж встаешь, ого, вот это ты даешь. Понятно? Нужно чуть-чуть включать сознание свое, понимаете? Это очень важно. Второе, учитесь улыбаться возле зеркала. Растягивайте губы, чтобы было похоже, что вы улыбаетесь. Потому что серьезное лицо человека, который вообще не подходи ко мне, убьет, это серьезное лицо, свойственное многим гордым женщинам, оно уже не срабатывает. Во-первых, джигитов стало мало, во-вторых, женщины стали более конкурентно способными, и уже к женщине, которая идет по городу от ад, уже мало кто подходит. Поэтому, если вы умудряетесь улыбаться, как вы должны это делать, могу сказать. Нужно сесть где-нибудь в кафе, если вы молодая, вздыхайте, смотрите в бок и улыбайтесь романтично. Вот так. Если вы смотрите в бок и улыбайтесь романтично, то мужчина сразу понимает, что перед ним женщина интересная, свободная, романтичная, понимаете. А обычно женщина делает так, он на нее смотрит и думает, боже, сколько у нее проблем. Нет, ее возьмешь, сразу нужно оплачивать, кого-то воспитывать, что-то делать, куда-то бежать, что-то тянуть. Правильно? Человеку свойственны эмоции, если вы не эмоциональный человек, то выйти замуж невозможно. Третье. Есть такое понятие, которое называется путы. Итак, техника убирания путы, зотерическая. Если вы хотите выйти замуж, то вам нужно убрать путы. Каким образом убираются путы? Нужно взять разноцветные ленты или разноцветные нитки и связать себе ноги от колен до стоп. После этого взять ножницы и эти нитки разрезать так, чтобы у вас получилась одна длинная нить. После этого нужно разрезать эту нить пополам и одну часть этих нитей выбросить на одной стороне города, а вторую часть нитей выбросить на другой стороне города. После этого в течение года вы выйдете замуж. Кто не верит, можете проверить. Прикольно? Вы знаете, это работает удивительно и очень быстро. Если это правильно делать, то нужно использовать еще ко всему ваджрарный нож. Но где же вы такой найдете? Правильно? Ваджрарный нож. Тогда я даю новый способ, который называется ваджрарные ножницы. А это еще что такое? Возьмите обыкновенные ножницы и на эти ножницы в два кольца обмотайте лентами, чтобы у вас было три цвета лент. Это у вас будет ваджрарный, пубрить ваджрарные ваджрарные пумбические ножницы от слова пумба. Таким образом, пурба, вернее, пурбические ножницы от слова пурба. И после того, когда вы эти ножницы возьмете, сделаете по три ленточки с каждой стороны и обмотаете себе ножки, скажите, я развязываю путы одиночества. И берете вот так вот разрезаете сверху вниз от колена ниже. После этого берете и разрезаете напополам вот эти вот ниточки. После этого едете пешком. Здесь очень важно. Чем больше вы на это потратите усилий, тем лучше. Я не знаю. Если вы в маленьком городе идите пешком от одного края к другому. Если вы живете в городе Киеве, то вам нужно одну часть сбросить на Позняках, а другую на Троещине. Пешком у меня нет. Доброе утро не дойдет. Чем же он, наверное, несколько дней путешествует. Это можно сделать и на машине, потому что, стоя в пробках, наверное, это будет долго. И таким образом, даже если вы не хотите, вы сможете выйти замуж. Таким образом, убираются путы. После того, когда вы бросаете с одной стороны одни нити, а с другой стороны другие нити, сделайте так, чтобы мысленно приставить, будто у вас сверху дырка над головой и ее зашить или ее замотать. Сейчас об этом говорить даже не буду. Вы все равно это не сделаете. Итак, третье называется «Кого ты ждешь» или «Кого ты хочешь». Скажите, кому женщинам свойственно отдавать предпосылки бубновому, пиковому, червовому или трифовому вальту? Наверное, свойственно. То есть, женщина для себя рисует картину, что она хочет жить с крупным, кореглазым, кучерявым мужчиной. Холостым. Он, кстати, холостой. Конец. Глаза. Не карие. А у тебя не карие? Ничего, пока не карие. Итак, обряд, который выполняется на одну карту. Я сейчас вам его расскажу. Хотите? Да. Этот обряд для того, чтобы выйти замуж. Он тоже очень хорошо работает. Для этого обряда нужна колода карт игральных, которые не прикасались люди. Запакована в целлофан. Кто знает, что нужно сделать? Мне никто не знает. Вам нужно открыть эту колоду и достать одного вальта, который вам понравится. Хотите голубоглазого, бубнового, хотите зеленоглазого, червового или там наоборот. Ну, по-моему, да. Хотите темноволосого и кореглазого, пикового, а если зеленоглазого, я не знаю, трифового, а если лысого, ну, все равно какого. Возьмите любого, но здесь нужен не туз и не король. Король это замуж и это женатый мужчина. Поняли? Ошибка, которую делали женщины, которые знают вот такой обряд цыганский на самом деле, заключается в том, что цыгане обычно советуют брать короля. Неправильно, потому что вы станете любовником, любовницей какого-то мужчины, и это нехорошо. Лучше своего. И после этого ничего не произносите, оставляете этого вальтового, вернее, этого вальта себе, ложите его в то место, которое ближе всего к телу, обычно его приклеивают к животу или к груди или к спине или чего куда-то и носят на себе лицом, червашечкой скотчем ликопластырем чем его. После этого, пока он у вас приклеен, вы должны сделать обряд утром и до вечера вы должны в разных местах оставить по одной карте все 36. Но одну оставить на себе. То есть, вы должны поехать, допустим, в трамвае, выйти на каждой остановке и положить одну карту где-то на остановке. То есть, не выкинуть, а положить. Как это все устроено, могу рассказать. Если у вас маршрутное такси, вы ходите из маршруточки и на сиденье оставляете карту. Понятно? Маршрутки, да. Если у вас метро, то карту оставляйте в метро. Если у вас покупка в магазине, то удобнее всего в магазинах. Зашли в торговый центр, в каждом магазине положили там по какой-то карте. Смотрите, чтобы вас не сожгли при этом на костре. Вот за день нужно эти карты нельзя выкинуть в одно место. Это нужно, и причем нужно в те места, где нет дефекации, мочеиспускания, то есть, в туалеты нельзя, в чистые места, нельзя на базаре раскладывать и нельзя на вокзале раскладывать. То есть, это еще должны быть интеллигентные места. Почему? Таким образом, вы ставите в кафе, можно ставите нити, едет. Таким образом, таким образом, у вас появится возможность в вашей жизни обрести любимого человека. Ну, наверное, это так заморочно, знаете, ездить, где-то остальное. Есть еще легче способ, делайте так, на каждой карте сверху пишите фломастером свой номер телефона и пишите Вика и раскладывайте в карманы мужской одежды в магазине дорогих итальянских костюмов. Вот это точно сожгут на костре, если продавец увидит. А, очень удобно, согласитесь. Мужчина одевает одежду, всовывает руку, а там Вика. Ура! Класс! Думаю, что же за Вика? Надо написать Вика и губы, жду тебя. Видите, как все легко работает. Главное знать, а если мужчина одел и после этого не увидел и пришел домой, доснял, после этого, представляете, жена достает, а там шестерочка, да, червовая, сверху написано красным фломастером Вика и сердечко. Вот она и позвонит, сто процентов. Итак, самый простой способ обрести суженого, но не ряженого, это купить журнал, она ищет его, он ищет ее, огонек за 1981 год, шутка, или там какую-либо газету или журнал, в котором есть объявление, она ищет его, или он ищет ее. Не имеет значения, это ваш город, или это город, Бурятия или еще где-либо, или это английский журнал, любое выпускное издание, желательно современное и желательно то, которое издано не старее одного года назад. После этого на объявлениях, там, где написано, она ищет его или он ищет ее, нужно написать фломастером подробное свое описание. «Меня зовут Маша, я живу, мой адрес такой-такой-то, ищу, там, такого-то, такого-то». И пишите, не стесняясь, делайте вот таких надписей не менее трех на одной странице. Пишите обязательно свой адрес и свой номер телефона. После этого эту газету кладете сверху на шкаф. Если вы женщина, на шкаф, а если вы мужчина, под шкаф. Таким образом, у вас и после этого ждете на протяжении одного года все свершится. С ниточками этими вообще работает 100% проверено. То есть, если ниточки разрезали и после этого в два разных места разбросали, то после этого 100% замужества будет. Ну вот, несложно. Итак, что вам нужно сделать? 6 часов вечера, вот, кстати, сейчас 6 часов вечера, видите? Мы эмоционируем положительно. Вот, видите, 6 часов вечера мы начали эмоционировать положительно и сейчас все, что будет происходить до 11 часов, допустим, это с завтрашнего дня ваш материальный достаток. Обратите внимание, завтра у вас ступеня к материальному будет больше, чем сегодня. Вы представляете, как это интересно? Вы представляете, многие люди совершенно об этом ничего не знают и делают основные нарушения в своей жизни. Конечно, домой пришли, наорались, после этого всех наколбасило, после этого ни у кого денег нет. После этого «Ой, Андрей Андреевич, прочитали книгу, уже и покупаем свое материальное благополучие, еще что-то делаем, а где эмоции? Где эмоции? Это же топливо, а эмоции должны быть. А если эмоции хорошие, то и денег будет много. Понятно? Это очень важно. Именно поэтому женщина создает для мужчины эмоции. Это важно жить с женщиной, которая нравится для мужчины. Важно женщине жить с тем мужчиной, который ухаживает, дарит подарки, как-то эмоционирует. Важно дарить подарки. Почему? Потому что даришь подарки и женщине хорошо, и тебе от этого хорошо, и ты радуешься. К чему дарят подарки? Для чего это делают? Это делают для того, чтобы быть богатым человеком. Я уже давно понял, что если я своей жене делаю хорошие, дорогие подарки, то тогда я живу богато. Понимаете? Поэтому я стараюсь постоянно делать хорошие подарки. Понимаете? Хорошие подарки, радовать близких, покупать там то, что ну вот особого значения не имеет, но зато может создать какой-то качественный, чувственный момент. Там конфетки в виде сердечек, как вчера, или там какие-то цветочки, или там какую-то открыточку, или там просто на руках поподнимать там кого-то. Понимаете? Это же все эмоции. Для кого это делают? И для них, и для себя. Почему? А здесь есть тайна. Если у вас в семье живет 10 человек, то и даже если ребенок испытывает состояние счастья, то оно прибавляется к вашему материальному достатку на следующий день. А что делает человек? Он пришел и начинает ребенка одного обидел, ребенка другого обидел, если их двое, если там их шестеро, каждых из шести обидел, после этого на всех обиделся, 10 человек воспитал, поорал, вытаращив глаза, и после этого на следующий день пошел на работу. А там невезение, невезение, не успех, никто не хочет, никто не соглашается, ничего не покупает, куда бы ни всунули, везде ничего не прорастает. Почему? А как может быть? Почему? Особенность семьи заключается в том, что вот эту энергию нарабатывают еще и все. Поэтому старайтесь в семье с шести до одиннадцати эмоционировать так, чтобы и у них за счет вас появлялось состояние радости. Почему? Если они радостные, то тоже у вас будет все получаться. подарили маме сто рублей и она рада лежит, правильно? Купили там кому-то какую-то тряпочку на голову или обернули там кого-то или там какую-то дали, я не знаю, будь что, это очень важно. Люди не зря заметили, что если вечером все уставшие пришли, то говорят вечерние застолья. Некоторые люди умудряются делать вечерние застолья и это первое время материально помогает. Почему? Во время застолья, если умудряется никто не поругаться, а посидеть ладно, в тепле, там, пообниматься, если нету особо сдвинутого человека и все ладненько, так тепленько посидели с цветочками, с тарелочками, без выяснения обстоятельств, не накидавшись, без дискотеки, без мордобоя, что попало, и после этого умудрились еще и там стихи почитать или даже на трубе поиграть, то после этого на следующий день и доход какой-то, несмотря на то, что плохо. Представляете, да? А то, что вы утром испытываете, это уже не важно. Если до обеда неплохо, то тогда вечером не забывайте снова испытывать состояние счастья. Вот вам и кульминация нашей жизни. И вот таких моментов, о которых я говорю, их множество. Просто вы же понимаете, все абсолютно невозможно рассказать человеку. Во многих религиозных организациях, а также во многих ритуалах, которые есть и которые обычно скрываются от людей, используются определенные ритуалы. Эти ритуалы используются строго в определенное время. Так иудеи зажигают свечу миноры вечером. Почему? Это считается время, когда человек общается напрямую с Богом, и в это время человек не должен ругаться, воспитывать, кричать на кого-то, не должен страдать, нервничать, переживать и так далее. Понимаете? Почему? Знают время точное. Поняли, да? Время здесь играет очень важную роль, поэтому соблюдайте такое правило, оно полностью изменит вашу жизнь. Добрый вечер, Андрей Андреевич и все слушатели школы Кайлас. Я из Волгограда области, изучаю первую ступень в школе в мозгах сильный переворот. Масса вопросов. Отлично. Ну скажите, вы все проходили школу Кайлас, наверное, да? Скажите, у кого их не возникало? Возникали. А теперь тут сразу стоит такой вопрос. Нужно ли эти все вопросы задать Андрею Андреевичу Дуйко? Вот теперь подумайте, каждый день где-то от 600 до 1000 человек каждый день проходит первую ступень школы Кайлас. 1000 человек в день. И так уже на протяжении нескольких месяцев, наверное. Естественно, я могу вам сказать, что если так много людей на протяжении нескольких месяцев каждый день проходит первую ступень школы Кайлас, вы представляете, сколько я могу писем получать? И когда женщина пишет там разъярена, что ты сдох, собака, не можешь отвечать людям, там рассказываешь, я обычно даже не обращаю внимания. Почему? Это меня не касается. Почему? Потому что я не могу физически ответить на те вопросы, которые задаются. Естественно, у каждого правда своя, я остаюсь на своей правде, тот человек остается на своей правде. В итоге, знаете, есть такое понятие, когда говорят, все равно мил всем не будешь. Тем не менее, стараюсь соответствовать своей школе, а также стараюсь все-таки давать дельные советы и проводить вот такие бесплатные вебинары. Можно ли слушать шум? Ага, сейчас по поводу шумов я отвечу. Я отвечу. Давайте, сейчас я выписал ряд вопросов, которые я хотел бы зачитать. очень нравится практики, но месяц назад стал рассыпаться. Сначала правая рука, плечо завалело, левая сторона, челюсти, какие-то выделения женские, окончательно добил гриф, вообще никогда было последний раз, спешу в постели. Отличный вопрос. Итак, почему мы очень часто, проходя первую ступень, заболеваем? Я вам сейчас расскажу, что с вами происходит. Когда человек сосредотачивается и когда человек думает и слушает много информации, то он расходует психическую энергию и это для него состояние стресса. Поняли? Вот вы сейчас меня слушаете, на самом деле, концентрируясь, вы испытываете состояние стресса. А я тот человек, который умеет так рассказывать, что невозможно переключить внимание. Вытаращиваю глаза, а это уже что? Гипноз. Мотыляю головой, качаюсь вперед-назад, делаю движения руками. Транс. Понимаете? При этом вестибулирую или вертибулирую голосом своим. А это заставляет человека то прислушиваться. То есть я делаю это выразительно, потому что я таким образом заставляю человека все время концентрироваться. И вы находитесь вот в таком состоянии транса 30 часов. В этом состоянии получает невероятное состояние стресса. Поэтому когда вы проходите первую ступень, проходите аккуратно. Пейте после того, когда вы проходите ступень, чай с липой. Обязательно отдыхайте подольше. Нам же хочется послушать побольше, утром проснуться пораньше, при этом поприменять это почаще. И после этого вместо того, чтобы получить что-то с ног сшибательное, нас сшибает болезнь, и мы после этого укладываемся в постель. Почему? Я давайте вам расскажу, почему мы получаем стресс. Стресс возникает в тот момент, когда у человека выделяется адреналин. Адреналин выделяется всегда, когда у человека появляется концентрация или сконцентрированность. Вы взяли книжку, читаете, вы понимаете, что там написано в книжке, знаете, это выделяется за счет выделения, это, вернее, у вас получается за счет выделения адреналина. Адреналин гормон стресса. Тогда это истощает вашу нервную деятельность, вместе с нервной деятельностью истощается иммунная деятельность или иммунитет. Понятно, да? Тогда что нужно делать? Если у вас истощается иммунитет, то тогда после того, когда вы очень сильно долго читаете, вам нужно обязательно выспаться и поесть. Потому что еда восстанавливает наше состояние сознания и купирует выделение адреналина. Понятно, да? Это очень важно. Я говорю это серьезно. Поэтому каждый раз, когда вы проходите ступени, или каждый раз, когда вы читаете книги, или каждый раз, когда вы стараетесь очень активно сосредотачиваться, вам нужно много запомнить, много прочитать, много выслушать, много концентрироваться. Вы опускаете или снижаете свой иммунитет, и у вас в дальнейшем может быть простудное или вирусное заболевание на фоне сниженного иммунитета. Понятно, да? Для того, чтобы этого не было, мой совет, кушайте бруснику, чернику, пейте витамины и комплексы. Если вам нужно восстанавливать психическую деятельность, то тогда на ночь я рекомендую съедать одну столовую ложку сгущенного молока перед самым сном. А помните, я когда-то рассказывал в одном семинаре, что есть такой обряд, когда нужно нафигу слить сгущенное молоко, облизывать и говорить все к деньгам, все к деньгам. Рекомендую, он как раз делается вечером перед сном. Хотите быть богатым человеком? Серьезно! Найдите фикус дома или вот такое растение с большими листьями. Лейте, это не шутка. Это ядовито? Вот на это не лейте, а на ядовито. То есть сейчас наедимся. нафигу слейте, он не ядовитый. Берете, пока никто не видит в семье, льете на какое-нибудь растение с широкими листьями, говорите все к деньгам, все к деньгам, капаете сгущенку и слизываете. Проверенно работает 100%. Я не знаю, как работает проверенно. Нет денег, покупаете банку сгущенки и вечером перед сном льете и облизываете листочки. Главное, чтобы свекруха не видела. Почему? Потому что она будет читать, что вы против нее совершаете обряды магии и хотите ее убить 100%. Проверено. У меня есть мужчина, который начал слушать шумы и говорит, у нас семья, живет теща, ее муж небрачный, я с женой, еще жены сестра с мужем на втором этаже, еще у нас двое детей в другой комнате, еще две собаки и шесть котов. Мы живем в доме, мы живем в доме, весело живем. И говорит, мне хочется очень позаниматься, жена очень устает на работе, и я ее попросил, чтобы она не обращала внимания, она там укладывает ребенка, а я в этот момент не нужен. Я ей говорю, можно я пойду в ванну и в ванной позанимаюсь, почитаю мантры, что-то поделаю, шумы послушаю. Шумы послушаю. После этого она говорит, хорошо, хорошо. После этого говорит, захожу я, захожу в ванну, включаю ноутбук, и там что-то шумит, я себе сижу тихонечко там слушаю, ни на что не обращаю внимания. После этого через неделю теща выводит на разговор и говорит, ты что, думаешь, я не знаю, что ты там против меня и мужа моего колдуешь. Говорит, я ходила к ясновидящей, она сказала, что ты против нас за упокой свечи ставишь в Андреевском соборе. Она говорит, ну вы, он говорит, ну представляете, какие дебилы вообще. Я говорю, ну у них своя правда, слушай, ты так больше не делай. Он говорит, теперь только я запираюсь, она врывается вот туда с вытрученными глазами и говорит, ага, попался, да. Представляете, да. Можно. На денежное дерево можно. Там же маленькие листики на денежном дереве. Там хороший вопрос, а можно не сгущенку, а что еще? Надо сгущенку. Там особенность такая, это обряд, он как раз связан с определенными и цветами, определенными там идеями, знаете. Можно вместо сгущенки лить на дерево мед, если он вам нравится. Льют либо мед, либо сгущенку. Здесь получение радости нужно вот так облизывать и делать так, как вкусно. Когда вы сгущенку кушаете и говорите к деньгам и делаете, то это как заякорить какое-то хорошее состояние на энергии денег. Правильно, да? Или к замужеству льете сгущенку, и говорите, скоро замуж выйду, будет красивый. Губы сделает мне. Добрый вечер, Андрей Андреевич, ученица школы. Хотим с мужем иметь еще диким не эндометриоз, пойти на матки. Давайте, вот такие вопросы, пожалуйста, Юля, давайте задавать мне в скайпе. Сейчас Саша напишет мой скайп. А вообще, давайте вот эти пятничные вебинары проводить по теме эзотерика. И я в дальнейшем не буду делать консультации по поводу здоровья вот в таких пятничных вебинарах. Во вторник будет проводиться вебинар, который будет исключительно посвящен исключительно заболеваниям. И я во время этого вебинара буду проводить ответы, буду проводить ответы на вопросы и сразу же буду давать назначения. Причем буду давать в письменной форме. Такой вебинар у нас будет длиться очень долго, там два, если нужно, три часа. И это будем делать сейчас еженедельно и будем стараться делать, когда нет морских курсов. на вебинаре 300 кодов не успело записаться на вебинары. У нас сегодня только будет готов этот семинар. Я просто не понимаю, как вы себе представляете, человек записывал 300 кодов. Этот семинар он записывал в виде четырехчасового семинара. После этого этот семинар нужно конвертировать, вырезать те слова, которые были сказаны не для семинара. После этого поставить там в виде видео вот эти вот коды или вот эти слова, то есть написать буквы в тот момент, когда я о них говорю. После этого оформить это все и после этого заплатить еще деньги. А вот такой вот семинар или вот запись этого семинара, работа над этим семинаром и в итоге отдача мне будет стоить в районе 800-1000 долларов для меня. Понятно? После этого я это все делаю за свои деньги, выкладываю в интернет и это скачивают бесплатно. Тоже хорошая идея. Могу вам сказать, что так быстро не может быть. Быстро может быть только в складчине, когда на телефон записали и после этого назвали это транскрибацией и выложили там куда-то непонятно куда. Естественно, так не может быть. Я очень бы хотел, чтобы семинары или вот эти записи они были достойные, красивые, хорошие, интересные, чтобы они были в хорошем качестве, с хорошим звуком, с красивыми надписями, чтобы сзади меня там были какие-то там фоны и так далее. Естественно, для того, чтобы так делать быстро не бывает. А вы вчера посмотрели и на следующий день пишите, когда я смогу получить? Ну, так надо потерпеть. Обычно это делается месяц, специально для меня делают неделю. Ждите, как только будет, тем, кто участвовал, сможете получить это в бесплатном доступе. Кто не участвовал, сможете купить. Сделаем лендинг. Прямо с завтрашнего дня можно заказывать этот семинар, который называется 300 кодов Дуйко или кодов Дуйко. И с завтрашнего дня можно писать Евгению или в службу поддержки Александру и получать уже этот семинар или покупать этот семинар. Итак, не везет жизни в любви, бизнесе, в семейных отношениях с деньгами, с мужчинами. Ну, так, да. А как должно везти, что ли? Очень хорошее здесь слово. Смотрите, слово не везет. Тогда кто должен везти? Смотрите, что-то должно везти. Так вот, наш тепловоз вперед летит в коммуне, остановка, другого нет у нас в пути, как у нас винтовка. Но после этого везти должен поезд вашей жизни или челнок вашей жизни или кто-то должен везти. Здесь очень правильное слово. Не везет. Вопрос, почему не везет? Топлива нет. Понимаете? Бензин закончится. Это как в анекдоте про Штирлица. Когда Штирлиц взял кошку, залил бензин, отпустил ее и после этого кошка пробежала, упала и умерла. Он потолкал ее ногой и говорит, вот, наверное, бензин закончится. То есть, это вот то же самое и здесь происходит. Человек выделяет нехорошую психическую энергию, он тратит свое топливо. Тратит. Вы когда с 6 до 11 тратите свое топливо, то утром у вас топлива нет. Вам нечем везти. Топлива нет. Пароход или тепловоз или челнок или еще что-то стоит. Он никуда не двигается. Топлива нет. Вы ничего не насобирали. Вечер для того, чтобы не уставать, а собирать. Что собирать? Несмотря на усталость, несмотря ни на что, собирать радость, удовольствие и счастье. Почему же он нас так устроил? Потому что люди были устроены по принципу животных, где семья на первое место. Все стремятся. Любое животное будет защищать своего птенца. Кто с этим не согласен? Любое животное, оно неосознанное, не понимает, но уже за семью. Понимаете? Оно за то, чтобы птенца защитить, оно чтобы дать жизнь птенцу, потому что это такое устройство, семья. То есть так же Бог и людей создал. Вы представляете, где накапливаем? А для того, чтобы накопление происходило ярче, семья, человеку дается в помощь. А люди обзаводятся семьей, чтобы проявить свою харизму, а это неправильно. Харизма утром может быть, а вечером семья, она на первом месте. В семье испытываем состояние радости. Даже если из-за что его полюбило непонятно какого мужчину, то тогда все равно нужно жить с этим человеком, радоваться от того, что рядом с вами это существо и испытывать от этого состояние радости восхищение и удовольствие. Описался, значит, не замерз. Или наоборот, описался, значит, замерз. Если описался в кровати, значит теплее, значит вам помогает, понимаете, теперь вы уже в тепле, не замерз. Здесь во всем плохом можно найти огромное количество хорошего, понимаете. Человек говорит, у меня плохой опыт, я говорю, давай обсудим. И после этого можно в любом плохом опыте найти целую кучу хороших идей, понимаете. И в этот момент он написался, согрел тебя, но я же не замерзла, он думал замерзла, видишь, какой молодец. Я учениц школы Кайлас, ответь на вопрос, у дочери квартира в доме, который не оформлен Акимат, и корпорации не отдают его. Скажите, вот сейчас у нас здесь находится около тысячи человек. Думаете, это интересно тем тысяче человекам, которые сейчас пришли здесь на вебинар? Почему думаете, что нужно мне отвечать на этот вопрос? Вам это интересно? Дочь Акимат и так далее? Интересно. Я ученица школы, третья ступень. Скажите, пожалуйста, коды, которые вы дали, они энергию дают или используют. Можно ходить по лесу и практиковать коды. Коды, которые я дал, можно практиковать всегда. Они уникальные. Но вы будете замечать, если коды практиковать, то одни снижают у нас психическую энергию, а другие повышают. Выберите для себя то, что вам необходимо. Я вообще вам могу сказать, коды – это ярче и круче, чем шумы. Коды – это космос. Кто-то пробовал уже коды попрактиковать? Да? И что? Голова кружится, если 108 раз. Коды? Да. Конечно, голова кружится, если 108 раз. Я вам скажу так, я делал коды, и коды для денег читал вечером, после 10 часов вечера. Вообще, коды по привлечению чего-то, их лучше читать, когда с 6 до 11. Для сознания, когда лучше всего читать? Наверное, для сознания с 11 немножко позже. Тогда умнее станете и так далее. А все остальные можно с 6 до 11 читать. Но можно ли коды для денег или коды для привлечения в судьбу мужчины или женщины читать и утром, и вечером? И утром, и вечером, и в обед, когда угодно можете это читать. Это не имеет никакого значения. Вы делаете код, после этого, когда вы дышите, обыкновенное дыхание подключает этот код и это все время работает в вашем энергетическом кокоте. Поняли? Все время, целый день. Вы дышите, оно шумит. Главное в этот момент этот код в виде печати поставить у себя на уровне груди. Помните, я об этом говорю? Кто-то пробовал читать коды и делать коды денежные, достаток увеличивается? Я делал это в 11 часов вечера. Вот вечером я начал делать с 11 часов, после этого утром проснулся, а у меня там доход увеличился. Андрей Андреевич, получится у меня продать нежилую квартиру и офисное помещение в этом году? Скажите, кому это интересно? Вам это интересно? Вот она задает вопрос Валентина Повар-Рузнюк. Продаст она эту квартиру или нет? Скажите, вам это интересно, продастся или нет? Тогда зачем задавать этот вопрос? Такие вопросы нужно задавать мне в скайпе и я тогда смогу вам ответить. Вот сейчас 6000 человек будет использовать меня как человека, которого можно использовать во время проведения вебинара. А я сталкиваюсь вот с чем. Потом вот этот вебинар, где я отвечаю на эти вопросы, становится неинтересным тем людям, которые видят меня первый раз. Потому что информации никакой, а ответы на вопросы, которые совершенно неинтересны. Удастся, не удастся. Я не могу понять, почему у учеников школы возникают вопросы, удастся или нет. Вам же даны все рычаги для того, чтобы вы могли поменять свою жизнь. Шумы, мантры, эзотерические практики, коды, у вас есть эзотерика для бизнеса, все в ваших руках. Можно так много всего сделать при помощи вот этих вот элементов и этих механизмов, как человек, который прошел первую, вторую ступень или даже третью может вообще задавать, удастся или нет. Это за ерунда вообще. Удастся, делай и верь в то, что это будет происходить. И все. Да вообще, это, ну просто даже, эзотерика управляет миром. Здесь даже мысли этих не должно быть. Удастся, не удастся, все удастся. Эзотерик это победитель, он всегда выигрывает во всем, потому что он знает условия жизни. Есть три магазина, два работает, один не работает. Два магазина, там кто-то что-то знает. Понимаете, почему? Кто-то занимается эзотерикой. Что вы можете сказать по поводу истинного имени и как, по вашему мнению, это соотносится с реализацией человека? Считаю, что нереализованный человек, какое бы имя ни имел, не реализуется. И считаю, что если реализованный человек имеет имя, там, Мук, там, Бук, или еще как-то, то он будет реализован независимо от имени. Могу вам сказать вот что. Когда человек имеет определенную харизму, у него есть определенные знания, или даже не определенные, а яркие знания, он очень умный, предприимчивый, и у него все в жизни получается, то даже если этот человек спустя время меняет свою фамилию и имя, то в его жизни ухудшений не происходит никаких. Но у меня есть другой пример. Одна из женщин, моих знакомых, она на протяжении нескольких лет четыре или пять раз поменяла свою фамилию и свое имя. И к чему это привело? И вот она приехала ко мне на морской курс, я ей задал естественный вопрос. Ей сказал, так кто ж ты на самом деле-то? Потому что, да, один год ты Лена, другой год ты Галя, третий год ты там Сюзанна, четвертый год ты там малышка, я не знаю, кто ты еще. Кто ж ты на самом деле? Кто ж ты? То есть, где же твое истинное имя? Что такое имя и фамилия? Если вы меняете имя, то вы отключаетесь от рода, связанного... Сейчас, есть фамилия, ага. Если вы меняете имя, то вы отключаетесь от рода вашей матери. Если были интеллигентные люди у вас родители, и мама была из интеллигентной, хорошей семьи, у них все жили в достатке. Если вы поменяете имя, то вы от ее рода отключитесь. А если вы поменяете фамилию, то вы отключаетесь от рода мужского или рода вашего отца. Вот смотрите, у вас отец был алкоголик, тунеядец, и там еще непонятно кто, и вы после этого вышли замуж. Пока вы не вышли замуж, у вас была фамилия родителей, его карма влияла на вас. То есть вам хотелось выпить, вам хотелось там как-то пожить, и вы жили, возможно, такими же бедными, как ваш отец и его вся семья. А вот после того, когда вы вышли замуж, поменяли фамилию, то после этого у вас вы подключились к роду вашего мужа. Поняли? Фамилия – это род мужчины, а имя – это род женщины. Понятно? Поэтому если вам мама дала имя, то после этого это имя подключает вас к роду всех женщин, которые жили по женскому роду. А если вы поменяли фамилию, то вы отключились от рода мужа. Смотрите внимательно, какой из этих родов более могущественный. А что такое более могущественный? Ну вот дедушка, допустим, у этого дедушки было там имущество большое, было даже не дедушка, а отец. У отца был отец, у них было имущество, они были достаточно активными там продавцами, у них все было очень хорошо. Вот после этого можно фамилию оставить, потому что по мужской линии у мужа вашего все были там, я не знаю, уборщиками, там в трамваях ездили, вернее, были вагоновожатыми, никто из них никогда нигде не обучался, и там каждый третий в поколении выпивал, играл в карты и умирал от цирроза печени. Тогда нужно ли брать фамилию мужа? Ну, в этом случае, наверное, не нужно. Правильно ведь, да? Спасибо. Вот так, товарищи. Хочу у вас задать вопрос, что такое благородство? Благородство — это иметь возможность подключения к роду интеллигентных людей. Поняли? Это и называется благородство. Быть благородным — это значит быть не чернью, а чернь — это люди, которые умудряются все время ругаться, все время материться, есть как попало, из чего попало, плохо одеваться и так далее. А что такое благородство? Говорят «благородный человек». Благородный человек — это человек, который не вмешивается, это который никого не воспитывает, это который не хамит, это который интеллигентный. Вы когда-нибудь видели принцессу Диану, которая матерится? А королеву, которая матюкается? А кого-нибудь из не менее благородных королей, которые матюкаются, шляются, там, я не знаю, что попало делают? Это верх иерархии интеллигенции. Почему? Есть чернь. Особенность черни заключается в том, что она может бухать, шляться, драться, матюкаться, хочет только спать с кем-то, причем непонятно с кем и непонятно зачем. Поняли? И эта чернь, она всегда остается черным народом. Черный народ это еще и не интеллигентный и не образованный. Таким образом, чем отличаются короли от обыкновенных людей? Они живут для семьи, стараются для каждого из детей сделать что-то больше, стараются быть интеллигентными и своим детям и себе давать хорошее образование. Понятно, да? Чем отличаются остальные? Остальные отличаются сексуальностью. Чем сексуальнее, тем лучше, чем ты ниже. Почему? Ну а какая разница с кем переспать? Главное переспать. Почему? Ну я же красивый или я же красивая, все наверное меня хотят, ну а там выйти замуж и все остальное не имеет значения. Почему? Главное с кем-то переспать. Понимаете? Почему? Это особенность черни. Причем чем больше сюда алкоголя, чем больше сюда секса, чем больше сюда какого-то разврата, спать с кем попало, спать с большим количеством людей, выпивать, матюкаться, вести вот такой вот образ жизни, тем ниже будет энергии в роде. Поняли? Род будет отмирать. Из-за этого и появились вот такие заболевания, как инфекции мочеполовой системы, заболевания почек и так далее. Понимаете? Таким образом людей поднимают, а люди наоборот. Естественно, вся эта система так устроена, чтобы из людей сделать черни. Развратить этих детей несчастных, которые вместо того, чтобы обучаться или получать образование, думают в 13 лет, насколько они привлекательны и кто же им сделает губы. Понимаете? И вот на это все смотришь и после этого понимаешь, они считают себя в 13, в 14 или в 15 сексуальными и им уже хочется каких-то отношений. Да не о том нужно думать в этот момент, нужно думать об образовании, где получить информацию, где она достоверная, как ее эффективно можно использовать. Это в этот момент вообще не имеет и не играет никакой роли. Вообще. Это вообще не важно. А для мужчин так вообще. Чем раньше мужчина начинает, тем меньше у него шансов стать в дальнейшем богатым человеком. Мужчины, которые вообще начинают после 30 какие-то отношения сексуальные, осознают для себя, они реализовывают себя. Не напрасно у евреев отрезают полпипетки, извините. Естественно, это связано с тем, чтобы не было анонизма, это связано с тем, чтобы не было желания бесконечного. Это заставляет человека концентрироваться и формировать у себя идею, что женщину нужно заработать, для семьи нужен уже какой-то фундамент, нужно к чему-то стремиться. А у нас женщины доступные, мои глаза не видели такой красоты, как ты. К кому поедем? Ко мне или к тебе? Естественно, когда женщины доступные, мужчины ни к чему не хотят стремиться. Вот мы и видим вот такой социум. Я ученица первой ступени, можно вопрос по практике. Когда запечатываем квартиру, делать в каждой комнате, и с палочкой ароматической при очищении тоже вся квартира обводится. Да. Как часто делать можно? Раз в семь дней. Если слушаю шум всей энергии, что он дает? Он увеличивает психическую энергию. Человек становится спокойным. Много шумов есть таких, эффект которых вы не обнаруживаете. Но это шумы, которые изменяют не вас, а окружающий вас мир. Поняли? То есть ваш мир становится персональным, и он становится другим. Вот допустим шум, который называется обретение сострадания. То есть вы на себе его никак не ощутите. Но выйдя на улицу, вам уступят место в трамвае, вам помогут там стать без очереди. Или там фортуны, вы никак на себе не ощутите. Но когда будете заходить в банк какой-нибудь, то всегда будете заходить в то время, когда нет очереди. Вот я захожу в банк всегда, когда нет очереди. Как такое может быть? То есть не знаю. Вот иду, и мне хочется зайти в банк. Захожу без очереди. Она сегодня это заметила. Говорит, как вы так умудряетесь? Приходите, что у нас никого нет. Говорю, не знаю, везет мне. Почему? Почему? Эзотерика управляет людьми и управляет миром. Скажите, можно ли проводить дыхательные практики, мантры двигаясь или идя по улице? Например, хаум хау. Я вообще противник этого. Мне кажется, что человек должен заниматься этим осознанно. Но если очень сильно хочется, то можно. Единственное, что вашей собаке осознанность не нужна. Поэтому если вы идете и хаум хау делаете это вместе с собакой, которая рядом, то, наверное, вы тратите энергию на то, чтобы собака стала более одаренной. Смотрите, а то он начнет говорить. Почему-то стало болеть ухо, когда стала слушать вас, но перестала болеть голова. Андрей Андреевич, ваша ученица третьей ступени. Скажите, пожалуйста, на визитках какой знак можно печатать, чтобы клиенты возвращались на мою торговую точку? Спасибо. Клиенты не возвращаются на торговую точку по визитке. Вы еще этого не поняли? Вот если мне дать визитку, я ее в тот момент, когда дают, беру, и после этого я ее не могу никогда найти. Поднимите руки, у кого тоже такое есть. Смотрите, у нас большинство. Почему? Никто не смотрит на визитки. Они вообще никому не интересны. Хотите дать что-то, заставьте человека или попросите человека записать ваш номер телефона. При этом сначала, чтобы он написал услуга, а потом уже ваше имя. То есть делайте так. Так, маникюр-моня, или там Леня, или там еще что-то, массаж-галя. А у вас так, я Галина Петрова, я Галина Владимировна массажистка. И человек пишет, Галина Владимировна массажистка. Но после этого, блин, как же ее зовут? Чеваля, чегаля, ну что с такое? И все, и уже найти не может. Было такое, да? После этого визитку берешь и ее выкидываешь. Понимаете? Почему? Никто не собирает визитки. Кто вас вообще учил, что по визиткам кто-то куда-то заходит? Заходят, потому что кто-то может привезти. Заходят, потому что можете пообещать. Заходят, потому что обслуживание было хорошее. К вам пришли после этого, надо говорить, госпожа, и там как ее зовут. Вам надо помнить, как зовут человека, а не ей, как вас зовут. Если к вам пришел клиент и скупился, хорошо, узнайте подробности его жизни. Узнайте, есть ли дети, как часто совершают такие покупки. Будет ли еще раз к вам приходить, совершите. На него запишите его контактные данные, номер телефона. Почему? Это будет вашей базой. Вам нужна информация о нем, а не ему информация о вас. Визитка – самая большая глупость. Он визитка. Вы должны у него взять визитку. Если пришел человек у вас, скупился, попросите или узнайте, кем он работает, как часто совершает покупки, есть ли у него визитка и так далее. На этой визитке поставьте три точечки, что узнайте его год рождения, поздравьте его с Новым годом и так далее. Понимаете? Наоборот. Человек говорит, вот еще визитку моя возьми. И человек сделал покупку для вас, после этого от вас ушел, еще вы ему впихнули визитку. А она ему зачем? Он уже все, что ему нужно было, получил. А вы могли бы собрать для него, могли бы собрать о нем информацию, использовать его второй, третий раз. Разумнее, да? Видите, как по-разному мироустройство. Доставка. А, дочка взяла фамилию мужа. И семья более зажиточная была всегда. Но по сути, жизнь дочери на уровне нищеты. У меня очень хорошая память в жизни. Я не знаю, когда это началось, наверное, в очень раннем возрасте. В какой-то момент я начал понимать, что я изучаю очень быстро какие-то иностранные слова. То есть, одни дети уходили с урока на урок, приходили, и когда учительница говорила там «дорога», я говорил там «страсса», да? Или говорили там «деревья», я говорил это слово. Почему? Я это помнил с прошлых уроков. И она все время хлопала в ладоши, и все, кто в школе учился, все меня ненавидели. Она говорит, вот Дуйко учит. И всегда я выходил и думал, как это я учу, если я не учу? И после этого она говорит, а где же твоя тетрадка? Смотрела, там слова не были записаны. Она говорит, ты что, не учил их? Я говорю, нет. Я запомнил, да. После того, когда у меня родился сын, то сын начал изучать английский язык. И для того, чтобы выучить одну страницу английских слов, ему необходимо было месяц. Понимаете? Месяц. И я все время злился. Я говорю, ну что, я уже пять раз это выучу. Ты не можешь выучить это. Что это такое вообще? Тут как их можно не выучить вообще? Я помню, как я сдавал экзамены, неделю поучил, после этого сдал. Говорю человеку, а сколько ты готовился? Человек говорит, я год готовился. Да ладно. Ну год готовился? Да ладно. Ну серьезно, я думаю, да не может быть, обманывает меня. Почему? Потому что я думал, что все так изучают, как я. А потом прошло время, и я понял, что действительно всем дается это тяжелее, чем мне. После этого мой сын, он другой, он не такой, как я, но ему дается что-то наверняка легче, чем мне. К чему я это все вам говорю? Вот смотрите, то, что мы из одного рода трактористов, не обозначает, что я проживу богато, а мой сын проживет бедно. Понимаете? Или наоборот, то, что мы из одного рода, не говорит о том, что мой сын будет точно таким же, как я. Согласны с этим? Смотрите, здесь еще род, он только может помочь, чуть-чуть стать каким-то там особенным. Но основное действие должен совершить тот человек. То есть это ответ на тот вопрос, когда у мужа хороший род был, они были все богатые, но почему-то в этом роду она взяла его фамилию, и они живут на грани нищеты. Почему? Вероятно, он не имеет этих качеств, и вероятно, он над собой не работает. Почему? Ну, вот так. То, что у меня хорошая память, я не знаю, откуда это взялось, не значит, что у моих детей может быть хорошая память. Правильно? Но зато у них могут быть те качества, которые мне не свойственны. Но возможно, у нас по роду идет какое-либо там, ну я не знаю, может быть, достоинство или проклятие. Допустим, если достоинство, то выпить пол-литра с утра, чтобы голова не болела. Или наоборот там, или наоборот, бегать-бегать, и ноги не трусятся. То есть, у нас есть какое-то качество, которое сугубо генетически передается. Ну, вы же понимаете, это шутка. Добрый вечер, отлично выглядите. Подскажите, коды молодости при вдохе и выдохе. Подсказать я вам их не смогу. Потому что, вы эти коды на вдохе и выдохе должны у меня приобрести. Стоимость 300 кодов у меня стоит 50 долларов. И просто так делиться этой информацией, я считаю, не только не должен, но и еще для меня это опасно. Почему? Я еще раз хочу вам рассказать о правиле, которое называется правило двоих. В эзотерике существует правило двоих. Правило двоих. Видите? Правило двоих звучит так. В этом правиле одни занимают и убегают, а другие, вернее одни занимают и убегают, а другие дают и догоняют. Смотрите, это их жизнь, этих людей. То есть это люди, и среди этих людей человек, допустим, купил телефон за одну тысячу долларов, но он не рассчитывал на свои собственные силы и купил этот телефон за тысячу долларов, и теперь он должен как-то отдавать. Когда он покупал, красота телефона настолько затмила ему разум, что он взял там под сто процентов в день кредит и после этого взял этот телефон и не может выплачить его. Но он не может выплатить, но его преследуют, его хотят, я не знаю, наказать каким-то образом, как-то его там, ну не знаю, заставить отвечать за то, что он эти деньги взял. И у него есть проблема, и он не знает, как эту проблему решить, а на него давят. И вдруг он думает, что он может эту проблему решить за счет другого человека. И он находит Петю, которому говорит, придумывает историю, говорит, можешь мне занять тысячу долларов, а я тебе завтра одном. Занимает у него эти деньги, и после этого Петя его ищет и догоняет, а Коля от него все время скрывается и убегает. А я живу, и мне хорошо. У меня нету ни за кем бегать, я никому не занимаю, ни у кого не одалживал, и ни за кем не бегаю, потому что мне никто не должен за того, что я не одалживаю, и я ни у кого не одалживаю, поэтому ни от кого убегать. Согласны с этим? И тут этот Петя, который убегает, находит меня и говорит, Андрей Андреевич, в виде какого-то, я не знаю, скорбного ко мне отношения, помогите мне, пожалуйста, решить этот вопрос, решите для меня, дайте мне тысячу долларов. В этот момент я выхожу из своего состояния ровности, где все в моей жизни хорошо, и говорю, я помогу тебе. Теперь я влез в правило, которое называется, здесь один убегает, а другой догоняет. После этого я должен быть тем человеком, у которого начнут без конца занимать, либо быть тем человеком, который живет непосредством, а от всех убегает. Поняли? И я это сделал сам. То есть если я этому человеку помогу, тогда я примкну к тем людям, которые либо догоняют, либо убегают. А мне было хорошо. Тогда скажите, вот у меня эти шумы есть, я себя чувствую хорошо. Если я вам помогаю, то тогда могу ли я примкнуть к тем людям? Вы смотрите, дай мне шумы молодости и долголетия. Согласны, да? Теперь смотрите, я себя хорошо чувствую, чувствую себя молодым и долголетним. И после этого я даю просто так эти шумы, и к какому кругу из этих людей я должен примкнуть. Те, кто старается без конца омолаживаться, или те, кто ищет без конца возможности, сделайте это на шаг. То есть здесь возможности эти, они делают все для того, чтобы я примкнул к стареющим, или примкнул к тем, кто старается выглядеть лучше, и ищет возможности это для себя сделать. Согласны, да? Ребята, это правило, оно выглядит так. Можно это сделать, если тебе за это заплатят деньги. Тебе. А здесь получается, я должен дать. Если я что-то даю, то тогда я становлюсь частью, а если мне дают, и я продаю, тогда ничьей частью я не становлюсь. Поняли, да? Смотрите, вот здесь у меня здоровые... Не чувствую, что я еще нарисую здесь? Можно? У меня Маша, Слава, Аня, Эдик, мои дети, да? Четыре я напишу. И у меня есть женщина, которая сегодня, ну там сегодня, вчера говорит, Андрей Андреевич, вы должны мне срочно помочь. У меня очень больной ребенок, мы ищем деньги на операцию, кто-то должен нам помогать, мы ищем деньги на операцию. Но мои дети, они здоровы, у меня все хорошо. Теперь для того, чтобы ей помочь, но это их... Там есть причина и следствие. Дети почему-то болеют. Видимо, они болеют, потому что кто-то в этой семье живет некорректно, кто-то воспитывает, нервничает, кто-то не по любви, оно по роду тянется, и там каша-малаша тысячу лет уже длится. Я не при чем, у меня все хорошо, мои дети здоровы, им сделали АКДС-прививки, им сделали еще что-то, они все здоровенькие, зубки лежат, они танцуют там и так далее. И после этого у меня все хорошо. Вот смотрите, она говорит, помогите мне деньгами, я не имею права это делать. Почему? Потому что в случае, если я помогу, я должен примкнуть к ней, как к женщине, которая ищет деньги для того, чтобы детям помочь, или к детям, которым нужно без конца лечить или искать деньги на их лечение. Имею ли я право перед лицом своей семьи помочь этому человеку? Нет, я слишком люблю свою семью. Поэтому я должен, а здесь какой главный элемент? Взять. То есть, если я хочу что-то сделать для своей семьи, то она мне должна дать, а не я ей. Поняли? Она мне, она мне. Видите, это очень важно. Сегодня пришел человек и говорит, у меня есть знакомая женщина, которая, которая начал помогать. Она там знаменитый человек, я начал помогать, вот придумал, что для того, чтобы получить что-то, нужно что-то дать. Действие равно противодействию. Но действие равно противодействию за исключением правила третьей лишней. Видите, это правило очень важно. И он говорит, я решил ей помочь. Сначала ей начал помогать, там она несчастная женщина, вот так с улицы нашел и начал ей давать сначала продукты питания. Год давал продукты питания, а потом она звонит и говорит, я в больнице, Коля, давай мне деньги, мне надо деньги, срочно. Он говорит, ну а сколько вам надо денег? Она говорит, ну там пять тысяч дай мне. Мне надо сейчас, насчитали пять тысяч. То есть, почему она это делает? Она уже думает, что он обязан. Поняли? Что он сделал? Теперь он говорит, но я не могу ей отказать. Я говорю, конечно. Раньше у тебя не было проблем, а теперь у тебя проблема. Не забудь о том, что в нашем городе живет семь тысяч кошек, пять тысяч собак, десять тысяч там, или двадцать тысяч безработных, наверное, очень большое количество нищих людей, которые не могут устроиться на работу, потому что они не понимают, что такое компьютер, они не знают, что такое финансовый учет, они не знают, каким образом можно зарабатывать, у них нет специальности, они готовы прыгать на Майдане, потому что они думают, что страну можно сделать в супермаркете, присоединить евро к евру и зарабатывать на фоне бесконечного собирания хурмы для кого-то там, работая на кого-то. То есть, на это все вот смотришь, и после этого понимаешь, что это нищие люди, и они нищие, потому что они необразованные. И никто объяснить этого не может, что для того, чтобы стать богатым человеком, ты должен быть, тире, образованным человеком. А что такое образованным? Умеешь ложить плитку, ложи ее лучше, чем остальные. Не умеешь научить ложить лучше, пройдя курсы, где ложить можно лучше. Умеешь ложить лучше всех, проводи курсы, чтобы научить других людей работать на тебя. Восклавить и курсы и будь директором института, который обучает людей, который обучает людей, как ложить плитку лучше, чем все остальные. Понимаете, да? То есть, это же все обучение, и этому нужно научиться. Таким образом, образованность заставляет человека быть мастером. Вы представляете? Естественно, чем бы вы ни занимались, старайтесь это находить в интернете. Вот, допустим, вы делаете ногти, делаете один вид ногтей. Почему вы зарабатываете мало? Сделайте ассортимент, делайте 4000 видов ногтей, которые существуют. Крепите туда, я не знаю, мольберты с масляными красками, всовывайте туда гильзы, патроны, снаряды, накладные ногти, сдирайте старые, вставляйте иглы под ногти, там, спички, лечите, я не знаю, ищите, татуировки делайте под ногти, которые можно видеть только там в микроскоп. Делайте вместо ногтей золотые накладки. Ой, боже мой, сейчас столько курсов, сейчас можно волосы вырывать, даже слюной, знаете, при этом, даже зубами уже я видел по интернету, делают стрижку лобка при помощи зуба, травма на всю жизнь, знаете, и считается это не больно. Почему? Я видел это в интернете, я не обманываю вас, вырывают брови людям при помощи откусывания бровей, ну, наверное, кому-то это нравится, правильно? Ходят ли, ну, а если волосы подстригают, поджигая их с баллончика, поливайте, то есть, ну, люди, я видел это, бросают мечом, после этого поджигают баллончиком, и опаленные волосы отрезают самурайским, самурайской шашкой, это, знаете, ужас какой, ужас. Тем не менее, там это стоит, там 70-80 долларов, я бы не пошел. Почему? Рука может дрогнуть, знаете, я могу вам сказать, что наверняка, если человек умеет делать эпиляцию воском, то ему нужно научиться делать эпиляцию шугарингом, а если есть шугаринг, наверняка там есть его разновидности, возможно, еще и научитесь делать, там, мумием, зубами, там, какими-то пружинами, я не знаю, там, смажете там трепсином каким-то, сделайте завивки, ааа, столько всего можно. Сейчас интернет, он просто плещет этим всем, плещет, вообще плещет. Сейчас зарабатывать деньги легко, как никогда. Есть метро Льва Толстого, купите 10 видов часов, договоритесь, закажите их через интернет, на китайском сайте Alibaba, встаньте в метро Льва Толстого, договоритесь с милиционером, продайте их в два раза больше. У вас их купят. Почему? Проходимость в 0, Толстого 100 тысяч человек в день. Что думаете, 100 тысяч, 10 человек не купит ваши часы? На спор. На спор. Сейчас зима идет, посадите саженцы елочек, они сейчас к Новому году, там, прорастут в этих горшочках, так, чтобы их можно было поставить на стол. Я куплю 10. Продайте мне по 10 долларов, я первые 10 куплю у вас, обещаю. Почему? Так удобно, не елку покупать, вот так саженец поставить, вот так, он будет здесь стоять. И я его потом не выкину, я отнесу обратно в магазин и скажу, пусть пересадят в почву. Хорошая идея. Таких идей можно надумать много, а где я ее нашел? Интернет пестрит. Там, что хочешь. Сейчас можно зарабатывать на книгах, на видео, на аудио, можно на гитаре наиграть, там, белую стрекозу об стекло, знаете, и после этого продать, понимаете, и после этого наверняка найдется кто-то, кто будет это слушать. И наверняка, если вы споете хуже, чем все остальные, одев на себя ушанку и вставив передний зуб, там, в виде золотой фиксы с камнем, то вы будете на первом рейтинге самых сумасшедших, самых ужасно поющих людей. Заработайте на этом деньги. Конечно, это все смешит, знаете, и после этого вы говорите, ой, да, я сделаю, после этого смотришь, но надо же, оказывается, тот, который плохо спел, оказывается, спел профессионально. И камера у него хорошая, и ракурс выбор правильный, и голос его слышно, и сразу же такое под сомнением, насколько он не профессионал. То есть, возможно, он обучался тому, чтобы право, правильно некрасиво выступать, или правильно некрасиво петь, и так далее. Понимаете, да? То есть, здесь профессионализм, он должен стоять на первом месте. Можно ли зарабатывать сейчас деньги? Ребята, сейчас даже, я вчера, сегодня утром, смотрел такое видео, которое давало, которое брали у одного из разработчиков программного обеспечения Apple Store. То есть, это человек, который занимается продвижением базового обеспечения для конструкторов бесплатных приложений для телефонов. То есть, сделает свой сайт, и так далее. И там, он говорит, вот человек, который сам это разработал, он там организовал людей, и так далее. После этого, человек говорит о том, что он ведет лидирующие места там на европейском рынке, и так далее. После этого показывают камеру, а там сидит мальчик, 18 лет. Вот такого роста, метр 53, с впавшими глазами, с плохими зубами, понимаете, с перстнем на пальце, зачем, непонятно. Ну, страшно ж, наверное. И после этого у него говорят, как же вы, программное обеспечение, там, вот вы это все организовали, и так далее. Он говорит, ну, конечно, и дальше говорит слова, которые мне непонятны. Почему? Ребенок заработал миллионы на программном обеспечении. Почему? Потому что он изучал эту тему, внедрялся в эту тему, и не делал, как обычно это делать. Ой, мне это непонятно, все, не буду это делать, все, что попало. Нет. Не зря говорят, гранит науки. Как нужно изучать гранит науки? Нарвались на непонятное слово, переходите в Википедию, изучайте, что же это такое, энторсинг, аутсорсинг, там, и так далее. Там, скрининг и прочее. То есть, начинайте это изучать, понимать и владеть темой. Естественно, обычно человек говорит так, я очень этого хочу, сделаю сейчас. После этого аутсорсинг в скрининг, аутсорсингом в торсинг. И после этого... Почему? Чего не хватило? Базовых знаний. Тогда тебе не нужно сразу, а нужно сразу переходить, не нужно сразу этим заниматься, нужно сразу переходить назад и изучать это постепенно. Сначала для чайников, если не понимаешь, что предварительные подготовительные курсы для тех, кто хочет стать чайником. Сейчас это все есть. Все есть. Тупила шум шабри, чтобы отдать долги. Но деньги стали у мужа и работы полно, а я пока в полном пролете. Долг-то все равно остался за мной. Точно карма. Первая ступень будет, посвящение будет, уже сейчас будет. Андрей Андреевич, мой брат добровольно отрезал себя от нашей семьи. Что его может ждать в будущем? Ему придется работать, и ему будет сложнее. Обычно люди, которые живут под своей фамилией, под своим именем, им легче живется, и у них больше возможностей, чем люди, которые отрезаются. Поняли? Получается, если вы были Елена Пейчева, то после того, когда вы стали Галина Труба, то после этого вам будет тяжелее житься, и вам будет меньше везти, чем до того момента, пока вы имели прошлое имя и фамилию. Понятно? Не меняйте фамилию и имя, это очень ухудшает и делает жизнь невезучей. То есть, если человеку не везет, то он как бы останавливается, его энергия останавливается, и ничего не происходит. Это как раз, как определить нехватку фортуны? Если приходите, и очередь длинная, значит, вам не везет. Если у вас постоянно вы приходите и трамвай самый последний, если вы сзади всех в очереди, ну и так далее, это вам не везет. Если у вас ничего не происходит, значит, вам не везет. Обычно, если не везет и отсутствие фортуны, то ничего в жизни не происходит. Дом, работа, работа, дом, дом, работа, работа, дом, дом, работа, работа, дом, и даже еда одна и та же. Понятно? Вот так. Итак, очень коротко сегодня хотел бы сказать о тех шумах, которые у нас есть. У нас есть шумы на нашем сайте. И сейчас я должен поговорить о каждом из этих шумов. У нас как раз есть немножечко времени. Я сегодня хочу рассмотреть шумы, которые называются для гармонизации судьбы. Это шумы, которые у нас находятся под шумами гармонизации отношений. гармонизация судьбы. Шум номер один. Везение и ровная судьба. Кому необходим будет этот шум? Если у вас в жизни так получается, что вы уже выходили замуж, разводились, выходили замуж, разводились, и у вас это как тенденция, то тогда вам нужно слушать шум, который называется везение и ровная судьба. Тогда вы в очередной раз, как всегда, выйдете замуж и уже проживете с этим человеком всегда. Понятно? Чтобы у вас была ровная судьба. Что такое ровная судьба? Если у вас всплески в жизни, то везет, то не везет. Миллион заработал, уже миллион должна. Не успела машину купить, уже другая нужна. Когда у вас в голове есть такое ощущение, что вы не знаете, чего вы хотите. О, я это... Нет, или я хочу, или нет, или я не хочу, или я все-таки хочу, или я не хочу. Ну, не хочу. Ладно. Или хочу все-таки. То есть, если у вас есть вот такое состояние, когда вы не можете сосредоточиться, не знаете, хотите вы или этого, или нет, то у вас, скорее всего судьба неровная. А вам нужна ровная судьба. Почему? Вот сейчас идут учебный год и после этого ребенку нужно будет куда-то поступать. Вам нужно ребенку включать шум, ровная судьба. Ребенок то с одним встречается, то с другим встречается, то с третьим встречается. И вечно, ой, я не знаю, что же делать, не знаю, и там не везет, и там. Везение, ровная судьба нужна. Один из самых лучших шумов, которые есть у нас. Когда вы его начнете слушать, ничего не произойдет то есть вы будете его слушать и ждать что же должно произойти ничего но у вас будет ровная судьба какая мысли упорядочиться сразу начнутся пойдет понимание вот вы управляете бизнесом не получается начните управлять и вам будет ну и он будет получаться почему более ровно пойдет почему если вас трусит в жизни вот вы как на лодке маркетанской то вверх то вниз то вверх то вниз то везет то не везет то как-то знаете наплывом люди есть теперь людей нету то куча людей то вообще никого то везет жизни то не везет то вот нужно везение ровная судьба пусть везет постоянно стабильно понятно это вот как раз тот шум скажите он хороший всем рекомендую второе удовлетворенность совместной жизнью это второй шум который называется гармонизация судьбы это не обязательно шум который должен заставлять вас удовлетворяться совместной жизнью с тем мужчиной или женщиной с которой вы живете но очень часто бывает так что вы живете вместе со своими детьми да а дети нервные вы их уже заколебали просто постоянно их воспитываете им хочется что-то другое они выросли стали уже взрослыми им хочется отдельно жить но они не знают как это сделать и они все выплескивают на вас вы выплескиваете на них они выплескивают на вас там ваш муж или ваша жена все это терпит или с вами живет еще и бабушка которая выпивает там спать тишка или там дедушка который психически больной и всех колбасит так вот для того чтобы выровняла всех вашей семье и все друг другу относились благородно талитарно талера толерантно интеллигентно вам нужен как раз шум который называется удовлетворение совместной жизнью с кем с теми кто с вами живет совместной жизнью но здесь еще фишка она заключается в том что вы приходите на работу и живете полдня с теми людьми которые на работе и вы с ними можете тоже скандали беситься они могут делать интригу но вы же тоже совместно с ними живете да этот шум поможет вам найти еще консенсус как сказал михаил сергеевич горбачевский и даст возможность этим людям относиться к вам более толерантно понятно тоже разве он не нужен очень хорошо работать час я вам все продам 3 называется вернуть удачу везения по жизни но это вообще когда обвал или как называется когда совсем не везет вышла замуж за хорошего мужчину после этого он умер и после этого конец мои девочки вышли замуж неправильно почему-то мне вообще не везет на работу меня никто не берет вроде и квартира есть и машина но как-то вообще и на работу устроиться не могу и так далее и так далее у меня такая история есть женщина я но его сегодня видел не в метро в переходе я к ней подошел говорю надо же мы давно не виделись она говорит надо же я грешу ты здесь делаешь на горит открыла точечку но я ее помню представляете она работала когда-то она не работала была замужем за одного из министров жила за министром замуж замужем министр от инфаркта умер алкоголизма и инфаркта после этого она осталась со средствами к существованию но при этом сын начал употреблять наркотики учился в институте начал слепнуть начал ей рассказывать истории я ничего не вижу мама ушел из института дома начали пропадать вещи она думала что это уборщицы а потом отдала сына в офтальмологию проверили все хорошо а потом один из врачей я хотела его отправить за границу в америку на постоянное место жительства решили сделать исследование после этого нашли у него в крови героин после этого ему ей сказали она говорит добыть такого не может он у меня вообще не такой а потом сказали да он у вас уже семь лет колется там или пять лет и после этого начались по настоящее он ушел из дома через одну неделю пришел когда ее не было вынес пол имущества она его после этого ловила лечила сейчас он там полуинвалид полу там парализованный теперь она ухаживает и так далее ну это у каждого своя история но вот ей конкретно как раз и нужно слушать шум вернуть удачу и везение по жизни почему ей надо везение ей должно повезти понимаете вот этот шум ей поможет это шум номер три четыре вибрация для счастья скажите что такое человеческое счастье давайте я вам скажу это быть здоровым и быть богатым одновременно вибрация счастья это когда ты вибрация несчастья это когда ты больной потому что бедный а бедный просто больной а вибрация счастливого человека это ты счастливый паша здоровые а здоровый паша богатый а богатый паша здоров разница имеется больной просто бедный или здоровый потому что богатый давайте у танец просим когда деньги идут рекой и денег много то здоровье улучшается А-а-а, видите, как это все устроено. Поднимается настроение, да, и жить хочется, и просыпаешься раньше, и настроение улучшается, и все-все на свете лучше становится, понимаете, такая особенность. Не зря в народе говорят, бедный, потому что больной, а больной, потому что бедный. А теперь вы еще и понимаете, почему это происходит. Теперь и у вас есть эта тайна, которая называется «контролируй свои эмоции с 6 до 11». Это наша с вами тайна. Повторение. Власть над дикими животными нам не надо. Власть над силами природы. О, очень хорошая такая есть, очень хороший шум. Дело в том, что власть над силами природы, это не только власть над силами природы, это еще и управление внутренними энергиями. Вы расколбасили себя, и вам плохо. Вы не можете никак успокоиться, и не знаете, или не можете найти внутренний источник, который бы помог вам управлять вот этим вот состоянием нервоза своего. Для того, чтобы научиться управлять своим сознанием, эмоциями других людей, вам нужно слушать этот шум, который называется «власть над силами природы». Почему? Стихии. Стихии человеческие равняются стихиям природы. Если власть над силами природы, то это еще и власть над стихиями человеческих чувств. Понятно? Поэтому, если вы научитесь или будете слушать этот шум, то вы сможете своими чувствами уравновесить тех людей, которые рядом, а также управлять своими внутренними персональными чувствами. Настоящий эзотерик – это тот человек, который осознанно контролирует все свои бессознательные чувства и может ими управлять при помощи сконцентрированного своего сознания. Боже, как скучно, да? Все покупать хочется. А, да. Дальше. Эрудиция, знание обо всем. Вы представляете, если слушать этот шум, то у человека появляется ощущение, раньше вы в школе плохо учились, а это ребенок говорит, мам, я никак не могу понять, что такое валентность. И вы после этого говорите, надо же, а я знаю, валентность, и начинаете умничать, и вдруг понимаете, что вы это знаете. Хотя в школе вы этого не изучали. Почему? Это и называется эрудиция. Оно будет приходить само, как с неба падать. Это называется подключение под канал. То есть если слушать шум, эрудиция, знание обо всем, то у вас появляются идеи. Вот у вас сейчас нет работы, нету хороших идей, не знаете, что вам делать. Слушайте эрудиция, знание обо всем. И у вас появятся и идеи, и желания, и какие-то желания что-то делать в жизни. Появится огромное количество совершенно несвойственных вам мыслей. Почему у человека не появляются мысли? Дело в том, что это целиком связано с тем, что для того, чтобы мысли появились, нужно что-то знать. Для того, чтобы что-то знать, нужно что-то прочитать. А для того, чтобы прочитать, нужно сесть и прочитать. Самые несчастные люди, это люди, которые говорят мне, а это мой сын, его зовут Петя. Он совершенно не любит читать. Слушайте, Петя, конец тебе. Быть тебе бедным человеком. Почему? У меня были одноклассники в школе, после этого были одноклассники, люди, с которыми я как-то там общался, жил. Среди этих людей огромным шанкром шли люди, не шанкром, наверное, а слоем, шли люди, которые совершенно не хотели читать, не умели читать, и им это не нравилось категорически. Что вам сказать? Я могу вам сказать, что евреи в этом случае правильно воспитали своих детей. Ведь самая главная особенность еврейского народа, или иудеев, заключается в том, что с детства им прививают желание и возможность читать святые книги, которые называются Тора. Таким образом, ребёнка с самого детства обучают любить читать. Скажите, еврейская нация от этого потеряла? Вы представляете, да? Поэтому одних обучают с детства выпивать и быть похожим на отца, а других с самого раннего возраста обучают читать. Скажите, что гораздо важнее? Почему эту страну невозможно было победить? Потому что наша страна в своё время читала больше остальных стран. Поэтому мы были вот такая вот яркая, яркая, интересная нация, понимаете? Читающих, думающих, интеллигентных людей. Но людей, которые не умели ничего делать. Почему? Не было знаний, не выпускали тех книг, которые бы могли сделать человека финансистом, экономистом, юристом, ещё кем-то, понимаете? Создавали условия такой жизни. Так, знания обо всём. Высокое положение в обществе. Скажите, кому помешает высокое положение в обществе? А вы не знаете, как это происходит? Я могу сказать, это происходит внезапно. На базаре вы покупаете солёные огурцы. Рядом с вами находится человек. Вы одно воскресенье с ним купили солёные огурцы. И на второе воскресенье с ним купили солёные огурцы. А третье воскресенье, он говорит, что всё время здесь солёные огурцы покупаете? Вы говорите, да. Да, хорошие здесь солёные огурцы. А как вас зовут? Меня Маня, а тебя? Меня Стёпа. А кем вы, Степан, работаете? А я работаю директором завода. Надо же, а я бухгалтер. Отлично, хотите у меня поработать? Понятно? То есть это вот откуда вы, не возьмись, появляется высокое положение в обществе. После этого вас назначают главным по тарелочкам, и вы после этого начинаете становиться другими людьми. Почему? Фантастика? Нет, так оно работает. Вы представляете? Высокое положение в обществе – это когда вдруг, внезапно, по непонятным причинам, все твои знакомые стали не соседи коммунальной квартиры номер 14, или не соседи двухкомнатного, или не соседи по твоей площадке, где с одной стороны уборщица в школе, а с другой стороны дядя Вася, который работает на тракторе в ЖЭКе, а это совершенно другие люди, которые вдруг почему-то появились у вас в жизни. То есть откуда вы не взялись, непонятно. Возможно, сослуживица, которая не обращала внимания, вдруг начала обращать, пригласила в гости. Вы пришли, а муж там, какой-то соратник, вождя и так далее. И у вас за счет этого появляются возможности и высокое положение в обществе. Супер, да? Когда у человека вечером появляется огромное количество глупых мыслей, у вас в голове шумы, 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 даже не шумы, а разговор, разговор, разговоры, и вы не знаете, что с этим делать, так знайте. Ваши разговоры — это энергетические сгустки ваших мыслей, которые находятся в вашем энергетическом коконе. Если у вас вечером много энергетических сгустков в вашем коконе, то тогда в вашей жизни ничего не происходит. Потому что для того, чтобы происходило, нужно, чтобы река жизни шла через чистое пространство вашего энергетического тела, а там мысли, они блокируют движение событий. Таким образом, то, что у вас не происходит новых событий, не появляются новые события в вашей жизни, целиком связано с загрязнением вашего энергетического кокона. Если вы живете, и в вашей жизни сейчас не происходят события, и ничего в жизни не происходит, то используйте шум, который называется очищение энергетического кокона. Ну и последний называется «Делает кокон белым». Особенность такая — чем белее кокон у человека, тем темнее в середине себя он. Скажите, темное в середине человека — это естественное состояние человека? Конечно, если заглянуть сейчас в середину вас, то там везде темно. Узи, видели? На темном фоне какие-то темные пятна, да? Таким образом, в середине вас света нет. Нет же света. Там темно, там вакуум и темно. Также там, наверное, сырый и пахнет непонятно чем. А также еще стучит, то есть это как в темном мешке. В темном, теплом мешке. Если туда энергетически запихивать свет, то это будут паттерны ваших психических эмоций, которые разрушают ваше физическое тело. Именно поэтому я очень часто говорю такие слова. Я говорю, чем белее белое, тем темнее черное. Это хорошо, потому что чем белее ваш энергетический кокон вокруг вас, тем больше здоровья в середине вас. А ваши мысли делают ваш энергетический кокон темный и выбеливают ваше пространство в середине вашего тела. А это уже болезни. Понятно? Никогда в своей жизни не делайте себя в середине белого цвета, как вам это советуют в эзотеристских школах. Тайпан, Кувей. Почему? Это приведет вас к засорению энергетического кокона внешнего, и он станет черным, и вы будете чернью. А чернь – это люди, которые в жизни ничего не достигают. Чернь будет видеть в вас себе подобных. А что такое чернь? Это ваши люди, которые рядом находятся, у которых есть белый свет кокона, они вдруг исчезнут, и рядом с вами начнут появляться те люди, которые часто матюкаются. Или агрессивные, или нервные, или психованные, или злые и так далее. Я вам хочу дать совет. Ничто так не разрушает энергетический кокон, как бесполезные мечты, нежелание что-то сделать, а также сексуальные желания, а также маты и обсуждение даже через сознание. То есть, если вы в голове матюкаетесь, конец вам. Если вы еще и вслух матюкаетесь, вдвойне конец. А если бесполезно, я понимаю, по пальцу ударились или кого-то послали, но вот бесполезно материтесь, ну конец вам будет. Ваш энергетический кокон черный, в середине вы белый. Понятно? После этого Андрей Андрейджа не знает, что у меня то сглазы, то порчишься с этим делать. Делай кокон белым. Если кокон белый, в середине душа чистая, кокон белый – это значит не быть чернью. Хотите автоматически выйти из того социального статуса, в котором вы сейчас находитесь, вырывайтесь из лап черных людей. Черные люди или чернь – это люди, у которых нет, которые не могут быть интеллигентными. Это люди, которые хотят только секса и еды и спать, и больше ничего. Возможно, они хотят еще о чем-то думать, но тоже только через призму. Ой, поговорим о чем-нибудь прекрасном. Знаешь, есть Ботти Челли, есть Леонардо да Винчи, он был очень хорошим, а сам руку под юбку тянет. Понимаете? Бывает такое? Бывает. Вроде и рассказывает о чем-то хорошем, мы в пору бы и поговорить об этом. Но зачем остальное? Правильно? То есть почему? Человек вроде и может о чем-то говорить, память-то есть, но вот зато сам по себе является черным человеком. Мысли-то дурацкие. При этом еще и муж, там чей-то, еще и трое-четверо детей, еще и вот так вот поступает. При этом еще и создает внешний вид хорошего, интеллигентного человека, понимаете, порядочного. При этом почему он такой становится? Его тона опускается, помните третью ступень. Если тона опускается, то человек вот такой вот становится. Что ему нужно делать? Ему нужно слушать. Ему нужно слушать высвечивание энергетического кокона, чтобы он вырывался из вот этих лап черни. Если у вас есть сексуальная одержимость, если вы не можете никак вырваться из вот этой нищеты, если ваша жизнь вот сплошное падение, слушайте, делает кокон белым. Понятно? Интересные шумы? Я думаю, что я на следующем вебинаре продолжу рассказывать о шумах, потому что кроме меня, наверное, никто о них не расскажет. Пришло время сказать о негодяях. Итак, негодяи – это не негодяи. Почему? Это люди, живущие в своей правде, они тоже заслуживают внимания. Я вам скажу так. У меня есть возможность каждый месяц платить определенную сумму денег для того, чтобы блокировать аккаунты тех сайтов, которые говорят или там, которые пишут от Андрея Дуйко или там говорят, Андрей Дуйко – это наши звуки и так далее. Но я этого не делаю. Я объясню почему. У каждого своя персональная судьба. У этих людей своя судьба, а я их не закрою никогда, потому что это все равно реклама моя, хоть и делающаяся чужими руками. Но я вам хочу сразу же сказать. Дело в том, что это целиком зависит от меня еще. То, что вы сегодня получаете бесплатно знания, они интересные, потому что эти знания, наверное, могут изменить жизнь огромному количеству людей. А сейчас у нас очень много учеников в школе Кайлас. Кайлас за то, что я это делаю, заплатили вы. Почему? Это заплатили те люди, которые на протяжении недели покупали шумы у меня, покупали ступени у меня, это люди, которые покупали мои инфопродукты или препараты и делали это у меня. Почему сейчас я это имею возможность делать? Потому что я это, первое, не делаю бесплатно, решая вопросы, и второе, у меня было время и возможности написать это все или подготовить это для вас в виде инфопродукта. Согласны? Поэтому, когда вы покупаете у меня, вы делаете все для того, чтобы это не умирало и это существовало. Смотрите, если вы покупаете у них, то в дальнейшем, скорее всего, я могу исчезнуть. Почему? Потому что мне будет неинтересно это проводить, неинтересно это делать и неинтересно с этим делиться. А если это покупается у меня, то я понимаю, что это мне интересно, что я должен, несу ответственность перед людьми, которые купили, и я должен для них это делать. В свое время Достоевский сказал, что в глубине любого альтруизма находится жажда наживы. Я с этим абсолютно согласен. Он просто знал, что такое правило, где третий лишний. Вот в этом правиле, где третий лишний, нельзя ничего делать просто так. Но если вдруг все так будет происходить, что это будет все просто так, то тогда тому, кто делает это в дальнейшем в виде продукта, будет неинтересно создавать в дальнейшем этот продукт. Правильно, да? Поэтому, когда вы платите мне или покупаете через нашу партнерскую программу, вы нас персонально поддерживаете. А в случае, если этого не делать и покупать это где-то еще, то тогда, скорее всего, количество семинаров, которые я буду проводить, будет меньше, количество вебинаров будет меньше, и в дальнейшем я, скорее всего, смогу перейти в другой вид бизнеса своего, и махну рукой и скажу, все, мир меня не принял, у мира своя, правда у меня своя. Понимаете? Это такая особенность, она может тоже существовать. И вы представляете, в этом случае я тоже буду прав. Почему? Насколько я необходим этому миру? Если этому миру я необходим, то тогда я это вижу в виде финансовой благодарности этого мира. Я ее получаю, тогда у меня появляется желание что-то делать. Если я не получаю финансовой благодарности, и есть компании, которые пытаются на этом заработать, то тогда я этого не вижу, и мне для этого ничего дальше делать не нужно. Но они просто не понимают, что если не будет меня, то их точно не будет тоже. Почему? Потому что это все устареет, а вы уже знаете Дуйко, наверное, пару лет, и можете сказать, что у Дуйко все время все новое. Не успеваешь за вами. Все растет, ребята, все растет. Я понимаю, что это будет наследие. Вы понимаете, кто бы как ни делал, все равно, вот помните, был Владимир Высоцкий, он пел красивые песни. Он пел песни, он пел ярко, наверное, память о нем до сих пор жива, согласны? То же самое и Дуйко. Дуйко хорошо поет, только в виде своих семинаров. У него есть свой персональный кембр, персональный голос, персональная харизма, персональная лысина, там так далее и так далее. Естественно, те люди, которые будут повторять Дуйко, они будут такими же, как люди, которые повторяли Высоцкого. А ну-ка скажите, вы много знаете людей, которые исполняли песни Высоцкого, и точно так же вам нравится, как в свое время пел Высоцкий? Да нет ни одного человека, который бы спел так, как в свое время пел Высоцкий. Согласна. Поэтому я себя чувствую, наверное, своим дуйком, а не Высоцким. Но могу вам сказать, что пока я пою свои песни, они нравятся людям. Но если кто-то поет мои песни, они людям нравятся. Не будут. Почему? Потому что это прожитый персональный индивидуальный опыт, который дается через призму своего индивидуального опыта. Правильно, да? Ну вот так же у Владимира, наверное, было, Владимировича. Он тоже пел, и, наверное, это было через призму опыта. Через призму определенных, наверное, эмоций, да, чувств, наработанных на протяжении жизни. То же самое у меня происходит. Естественно, когда кто-то пытается, я уже понимаю, глядя на инфопродукты, которые выпускаются, я могу вам сказать, что инфопродукты сейчас очень несложно отслеживать. Почему? Оказывается, дуйко сейчас находится в рейтинге на первом месте среди эзотериков постсоветского пространства. Почему? Если дуйко выпускает коды, то мгновенно коды выпускают все остальные, только называют их по-другому. Вы представляете, сейчас шумы уже выпускают разные эзотерики, уже есть шумы от П и шумы от Б, и там от кого только нет. Но они называются по-другому, там, универсальные звуки сознания, звуки, меняющие жизнь и так далее, и так далее. Ну, такое дело, понимаете. Дальше, сейчас коды вышли, сразу же, а, вышла магия Востока, я вчера смотрел, позавчера смотрел, раньше еще смотрел, по видео смотрел женщины, и вы представляете, слышу, а она начинает читать. Я вас научу, тайная мантра, ля фиадаус, рахамди рахима, салям алейкум. Так это моя мантра, я же ее дал на семинаре «Магия Востока», вы понимаете, почему? Ну, можно петь песни точно так же, как Высоцкий, но они все равно не будут песнями Высоцкого. Но особенность песен Высоцкого заключается в том, что он сколько жил, столько пел, и все было разным, правильно? Их было много, и переслушать, не переслушать. Обещаю вам, аналогично будет со мной. То есть следующие 10 лет моей работы будет не хуже, а еще лучше. Сейчас Вы слышите коды. Вы когда-нибудь вспомните телефон, который Вы видели 5-6 лет назад? Это был Nokia с синей благородной подсветкой в металлическом корпусе. И на кнопочку нажимал, и выезжала антенка, и снизу крышечка сама раскрывалась. Но зато, когда появился складной телефон, и уже телефон раскрывался, то его прямо при людях доставали, раскрывали, все говорили, ага, крутой, смотри, у него телефон вот такой вот. То мы думали, что это, наверное, верх или это предел. А компания, которая тогда уже придумала смартфоны вот такие, она это не выпускала, потому что она ждала, пока человек вместе с этими телефонами цивилизованно привыкнет. У меня уже есть вот это, а Вы до сих пор ползаетесь вот этим. Ждите, я со временем дам вот это. Это то, что уже у меня есть, и я этим пользуюсь. А Вы пока еще пользуетесь вот этим, поняли? Но поверьте мне, это все универсально увеличивается. И дело в том, что, наверное, можно пользоваться и теми телефонами, и этими. Но для того, чтобы сейчас начать этим пользоваться, необходима эволюция. То есть люди должны эволюционировать. И я воспитываю людей, чтобы они правильно эволюционировали, принимая философию, знакомясь с первыми элементами или практиками эзотерики, восходили по ступенькам самоосознания, и после этого уже переходили к тому, что называется более яркой или более массированной информацией о том, как можно работать с собой и другими людьми. Понятно, да? И это интересно. Естественно, я не могу сразу это дать без эволюции, потому что это в дальнейшем может негативно сказаться на тех людях, которые будут это изучать. Но вот вспомните себя. Если бы я Вам вот это дал, вот этот телефон дал, в тот момент, когда телефоны Nokia или телефоны S100, там, Samsung появились, вы бы смогли этим пользоваться? Нет. И там был бы Apple Store, там свои e-mail, которые нужно вводить, свои карты, которые нужно вводить. Вы бы сидели, наверное, и делали так. Ой, это все, что такое? И после этого я нахожусь на сайте. Помните, я Вам в самом начале рассказывал, да? Я говорю, как сайт называется там? Лидия Величко. Ой, боже, это ж я. Понимаете? А это не сайт, а Skype показывается, понимаете? Там, если эта женщина меня слышит, Вы уж извините. Ребята, Кайлас, Международный Духовно-оздоровительный Центр, Kailas.biz, это не мой продукт, это мошенники, которые по непонятным причинам, и я не знаю зачем, пытаются Вас, Вам лапшу на уши нацепить. И Ньюа тоже, Кайлас Ньюа, это тоже. Оздоровительный Духовный Центр, Кайлас, я не имею права. У нас все документы есть. Мы общественная организация, школа у нас зарегистрирована. Попросите их документы. Они мошенники, у них не документов. С Вами никто никогда не выйдет на связь. Попробуйте с этими людьми выйти в Skype на связь. Посмотрите, кто там является руководителем. Я Вам могу сказать, этот человек по фамилии Слава, вернее, по имени Слава, фамилии Вуищенко, этот человек принципиально с желанием обогатиться, занимается вот такой мошеннической деятельностью. Вы понимаете, у каждого свой путь, у каждого есть возможности это сделать. Представляете, нас 10 тысяч человек, каждый человек решил сделать свой сайт со своими шумами. Ну, что ж, такое тоже бывает. Андрей Андреевич, при прослушивании шубов гармонизации судьбы, в последнее время дни давления на голову происходят и небольшие раздражения. Почему? Не хватает психической энергии. Если гармонизация судьбы и у Вас раздражение, психическую энергию нужно накапливать. Как? Теперь Вы знаете, с 6 часов до 11 накапливайте. Если у Вас с 6 до 11 не получается испытывать состояние радости, делайте дыхательные практики с запуском воздуха в середину себя. Это вдох. Через зубы задержка и дыхание, через язык, через губы и через нос. Поняли? Это тоже накопление энергии. Показываю. Через язык, через нос, через губы. Понятно? Таким образом делайте вдохи длиннее, чем выдохи. Это тоже накопление психической энергии. О! Как можно себе помочь видеть закрытыми глазами белый свет? Шпак Сергей. Зачем? Зачем? Зачем закрытыми глазами видеть белый свет? Зачем? Что он Вам даст? Ну надо, я расскажу. Смотрите на белый свет, закрывайте глаза и представляйте, что на него продолжайте смотреть. Вот так и научитесь видеть белый свет. Только зачем? Так, Илья, хватит спамить. Вы наш учитель и никто нам не нужен с уважением Илья. Илья, хватит писать это. Началось. Слава Ищенко. И дальше плохое слово. Что же это Вы так черните? Учитель, добрый вечер. С учетом Вашей занятости, кого из Ваших учеников можно получить консультацию по ТФ? Я могу Вам посоветовать. У нас есть ряд учеников школы Кайлас. Игорь Мачаренко, раз. Андрей Пономаренко, два. На первое место могу поставить Наталью Замойскую, три. Она очень хорошо снимает информацию, помогает людям. Дальше. Наталья Душа. Сейчас открылся у нас в Молдове, в Германии, в Молдове, в Америке. Открылись чаты и можно написать Кайлас в США, Кайлас в Германии. И там есть Кайлас в Молдове. И там есть наши представители, наших отделений. Это мои ученики, которые достаточно хорошо снимают информацию, могут помочь в выборе препаратов, в снятии информации, даже в проведении каких-то практик и так далее. Но этих людей у нас достаточно много. У нас есть чаты и группы в Скайпе. Вам для этого нужно набрать в Скайпе, в поисковике, либо ТФ, либо Кайлас, либо школа Кайлас. И там сразу целый ряд чатов. Кайлас, Кайлас, ТФ, Кайлас. Добавляйтесь, пишите у администратора, чтобы вас принял. И после этого знайте. У нас просто так не открывают. Обычно люди, которые открывают, это мои ученики. Если они проводят семинары, то это мои ученики. Если проводят СНГ, я мои ученики. Без разрешения этого никто не делает. Слава Ищенко тоже мой ученик. Он прошел три ступени. И все три ступени прошел в долг. Если человек проходит в долг и после этого не отдалит. Потом привел жену и говорит, это моя жена, можно, чтобы она прошла в долг? Ну, можно. Если хочешь, пусть и она пройдет в долг. После этого этот человек говорит, я в долг прошел, моя жена в долг. Почему бы мне еще и не забрать что-нибудь? Ну что ж, отлично, видите. Андрей Андреевич, ученица школы. Скажите, как обрести уверенность в себе и какой шум поможет в этом? Уверенность в себе – это шум владения гипнозом. Я сейчас даже скажу, как он называется. Такой есть шум, называется обретение счастливой жизни. Он гармонизация судьбы. Обретение радости в жизни, обретение счастливой в жизни. Отношение к себе как к равному. Там есть вот такие шумы. Я сейчас на своей странице ВКонтакте выложил последовательность вот этих шумов. И вы можете посмотреть нумерацию этих шумов и после этого видеть, в каком из разделов вам нужно это найти. Видели, да? Я сегодня довыкладываю по здоровью и довыкладываю по деньгам и по ясновидению, чтобы вы могли вот этой таблицей пользоваться. Дальше мы эту таблицу установим прямо на сайте. Можно будет выбирать кликом, прям нажал на дорожечку эту и после этого перешел, купил, прослушал и так далее. Понятно? Хороший вопрос был. Будет ли партнерская программа у нас по шумам? Будет. Будет ли продолжение шумов? Да. Почему? А их и так много. Нет? Это вам так кажется? Шумов можно сделать больше, потому что можно развивать дополнительные паранормальные способности. Их тысячи. Какие это паранормальные способности? По точениям другого человека. Интересно научиться этому. То есть человек хочет вас ругать, подошел, уже любит. Удобно? Это же общество, когда будет другое. Общество другое из общества избранных. Вы просто неправильно говорите. Дело в том, что избранное общество имеет одну особенность – добровольное восприятие или добровольное приятие или неприятие. С чем это связано? Вот подумайте сами. Если одни говорят, что это правильное, то другие говорят, что то, что для нас правильное, делает тех, для кого это неправильное, врагами. Таким образом, общество, которое говорит, вот это правильно, а это неправильно, делает одновременно уже два лагеря. И это общество непременно со временем столкнется. Согласны? Посмотрите, у нас, в наших странах, есть такое понятие, называется «свобода слова, свобода вероисповедания». Согласны? Это конституция любой страны, которая говорит о свободе слова, свободе вероисповедания. Есть такое? Тогда скажите, почему человек прикладывает руку к Библии? А ведь это нарушение конституции. Тогда человек, который говорит, что «я клянусь на Библии», автоматически говорит о несвободе слова и несвободе вероисповедания. Почему? Тогда след за Библией он должен покляться на Талмуде, на Упанишадах, на Унчарье Шричарье, на книгах индуизма, еще на чем-то, понимаете? На книгах кого угодно, я не знаю, Пхакти-Виданте, будь чем-то. Те, которые существуют и на этой земле. Конечно, да, их много, и в этом государстве наверняка есть граждане, которые исповедуют индуизм. Или иудейство, или исповедуют христианство, католицизм. И у всех разные элементы. Когда человек говорит «я гарант свободы слова, свободы вероисповедания» и прикладывает руку к Библии, то тогда он автоматически говорит или призывает к войне. Любой батюшка, который говорит, что все нам враги, автоматически заставляет верить людей в том, что лагерь делится на две части, где одни верующие, а другие враги. А что такое эзотерика? Эзотерика – это та, которая говорит, есть и это, есть и это, теперь я это знаю, ура. Понимаете, да? И после этого говорит «да, я верю и в это, и верю в это, но это не обязательно, что я должен поклоняться, носиться с этим и быть ярым поклонником». Почему? Мы за мир. А мир возникает в случае, если человеку все равно. Понимаете? Почему? Потому что тебе говорят «она хорошая, она плохая», а она говорит «нет, она хорошая, она плохая, я обоих люблю». Тогда для того, чтобы мне не быть за одного против другого, не за одного против другого, я должен сказать «мне все равно». И тогда я за всех. Понятно? Это состояние называется адвайта. Адвайта. Понятно? Но не адвайта веданта. Итак, Андрей Андреевич, можно мысльно золотым светом сверху, поливать образы детей, не вредно ли это, а какая в этом польза? А я вас этому не обучал. Зачем использовать то, что вы придумали? Где вы это берете? Скажите, я этому обучаю поливать золотым светом. Когда это я вас обучал этому? Я что-то не могу понять. А белым цветом я такое обучал, тоже, насколько я помню, не обучал. Где это есть в моих семинарах? Давайте так. Каким золотым светом? Разве я должен отвечать на вопросы, там вам печивали, там какие-то эти ребята говорят, что-то интересное? Ну, знаете, если вы их слушаете, то тогда пусть они несут ответственность за то, что они делают. Если у вас неприятности, вы должны к ним обратиться и сказать, там, у меня неприятности, можете ли вы мне помочь решить? Вот смотрите, я же объяснил, что если первую ступень смотреть, то есть варианты падения иммунитета. Что в этом плохого? Я же несу ответственность и говорю об этом. В этом ничего плохого нет. Когда был морской курс последний раз, я сказал, что когда вы приедете домой, вас будет ждать какая-то неприятность. После этого приехали, неприятность переступили, но я бы мог промолчать. А так я человека подготовил, сделал его полностью готовым к этому. Человек приехал, переступил, но он уже знал, а если знаешь, значит уже готов. Правильно. После этого переступил и забыл. У кого-то было, у кого-то нет. Можно ли пройти посвящение себя только в процессе изучения первой ступени? Можно. Можно купить коды с подругой в складчину? Благодарю, можно. Коды можно. Можно ли слушать шумы и медитировать на синбон? Одновременно, например, слушать псиэнергию, слушать поиск работы? Нет. Нельзя слушать шумы одновременно. Цель должна быть одна. У вас есть цель. О, шумы начали покупать. О, я же сказал. Вот так, когда цокает, это деньги приходят. Поняли? Итак, продолжаем разговаривать. Восстребованные шумы. Итак, востребованные шумы. Итак, для американцев начинаем сегодняшнее занятие. У вас 7 часов утра. Продолжаем наш разговор. Будем до утра рассказывать для американцев. О шумах. О шумах, да. На английском языке. Сурдопереводом еще и не мы. Могут ли шумы работать, если слушать их одновременно? Не делайте эту ошибку. Ребята, не делайте ошибку, не включайте шумы одновременно. Не стоит их слушать одновременно, включая 5 или 6 раз. Почему? Вы просто увеличиваете объем внутренней энергии в виде вот этой энергии, которую вы впихиваете себе в голову. Каждый шум — это энергия, которая входит в ваше сознание. Если вы будете одновременно слушать более трех шумов, то, скорее всего, спустя час или два у вас очень поднимется гипертоническое давление. Кто-то пробовал уже слушать одновременно несколько шумов? Нет? Если вы будете слушать одновременно 10 шумов, спустя час у вас будет давление так подниматься, и пока ваше энергетическое тело не справится с этим, у вас будет это давление находиться, и не сможете ничем снизить. И толка особого не будет. Слушайте шумы последовательно, один за другим, хотя бы по одной минуте, не нужно их слушать по 5 минут. Их можно слушать 10-15 секунд, эффект будет точно такой же, как если час. Но если час, эффект, конечно, ярче. Но можно слушать и 10-15 секунд. Почему? Это как гомеопатия. Понимаете? Высокопотенцированная гомеопатия, ее принимают один раз в месяц. Низкопотенцированную нужно каждый день пить. Но эффект от высокопотенцированной гомеопатии, которую пьют один раз в месяц, выше, чем от низкопотенцированной. Поняли, да? Точно так же с шумами. Шумы – это как мантры, но мантры можно слушать с утра до ночи. А шумы лучше слушать короткое время, тогда эффект от них более яркий. Понятно? А если слушать их долго, то тогда можно вообще свихнуться. Те, кто купил, смотрел вебинар 300 кодов, рассылку получат. Да. Андрей Андреев, скажите, пожалуйста, у мужа пойдут дела в бизнесе или еще что-нибудь подыскать? А что, разве ответа на этот вопрос я сегодня не дал? Ну, наверное, все в ваших руках, правильно? То есть, если у вас ваших… У вас есть сейчас огромное количество рычагов, шумы, мантры. Вы можете пройти эзотерику для бизнеса, можете пройти и выполнять механизмы, там, читать мантры, там их много. Там их много. Если сейчас сосредоточиться, их могу найти очень много. Что вам сказать? Если человек начинает читать мантры, если человек начинает слушать шумы, если человек использует механизмы, о котором я сегодня рассказывал, то тогда вам обеспечена богатая жизнь. И после этого, Андрей Андреевич, скажите, будет или нет? А я теперь при чем? Я теперь при чем? Теперь все зависит целиком от вас. Это, знаете, как в том анекдоте, который звучит так. Человека везут на носилках, делать ему операции, и он едет на носилках и говорит, сестри, сестри, скажите, я после операции смогу на скрипке играть? Сможете. А на трубе? Сможете. А на арфе? Сможете. А я смогу тогда еще дирижировать? Сможете. Я на виолончели смогу, смогу. Ну, делайте мне побыстрее этот аппендицит уже, да? Почему? А зачем вы спрашиваете? Ну, я просто до этого никогда на этом не умел играть, а очень хочется, чтобы начал играть, понимаете? То есть вы мне сейчас задаете вопрос, а будет ли у нас? Так научиться надо этому, научиться. То есть нужно научиться сделать все для того, чтобы быть богатым человеком. Этому можно научиться. Это не то, что будет или нет. Будет или нет, это тогда вот у нас есть. Есть девочки, которые там судьбу смотрят и могут посмотреть, звезды вам там нальют или звезды не нальют. А у нас все равно звезды наливают или карты выкладываются. Нам все равно перевернутая кофе на неуспех или успех. Почему? Мы держим свою судьбу за рога. Или за стремена, или за... Не знаю еще, что мы можем держать. О, Боже. Естественно, если вы судьбу держите за стремена, значит вы и тот человек, кто эти ввожи погоняет. Тогда хватит этих вопросов. Вы мне задаете, когда вопросы, то это выглядит в моих глазах так. Я прошла ступень. Я глубоко обманутый человек. И после этого, Андрей Андреевич, я не знаю, что делать. У меня не получается ни бизнес, ни отношения, мне очень плохо. Но я ничего не делаю, потому что я в вас не верю. Сделайте за меня. Что я после этого для вас должен сделать? Скажите мне. То есть если вы ничего не собираетесь, зачем вы тогда проходили? Я чувствую себя, будто я должен вам вернуть деньги. А я этого не могу делать. Почему? Я их уже потратил. Какие секунды у вас? Почему? У папа возврата нет. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, про зеленую нитку. У сына сильно болит спина я первый раз. Сейчас открываете ступень первая часть или ждете вторника, и там... Ну ладно, у человека спина болит. Итак, вокруг позвоночника на уровне поясницы нужно взять зеленую нитку, завязать ее несколько слоев и в конце завязать на 38 узелков. Говорить при этом ничего не стоит, затягивать не стоит. После этого снимать ее не стоит. Обычно, когда человеку завязывают эту нитку, то произносят мантру. Махи духики сваха. Намуратна трояя маха духики сваха. Махи духики сваха. Да, точно, точно. Намуратна трояя махи духики сваха. Есть шумы для роста новых зубов. Есть протезирование. Шум звучит так. После этого делают слепок, меряют и вырастают новые зубы. Я готов заплатить 10 тысяч долларов тому человеку, кто мне официально докажет наличие у себя выросших зубов новых. Я гарант того, что это невозможно. Если они у вас выросли, знайте, это злокачественная карцинома нижней челюсти, одной из самых страшных онкологических заболеваний ротовой полости. Почитайте. Вот так. А какую роль вы отводите высшими силами? Высшие силы управляют жизнью людей. Через сколько... А человек может уповать на высшие силы. Говорит, скоро у меня будет. Тогда высшие силы видят этого человека. Говорят, да, действительно, скоро у него будет. Надо ему сделать, раз он этого хочет. А человек говорит, ой, у меня это есть. Ему тогда высшие силы смотрят и говорят, ну раз у него есть, что нам для него тогда что-то делать. Правильно, да? Поэтому слово скоро – это и есть элемент общения с высшими силами. Я бы тоже заплатила. Так, платите. Итак, сегодня мы должны получить просвещение. Сейчас я зажгу ароматическую палочку. Сейчас, 1 октября, у нас в нашей эзотерической школе Кайлас будет проходить специальный мастер-класс, который называется «Обретение сознания, савитур, развитие канала ясновидения». который будет проходить в Черногории. Есть еще два места, потому что 60 человек у нас заявленная группа, а у нас сейчас 58 человек. Два человека еще может попасть на этот морской курс. Если вас это интересует, и вы хотите развить и отработать у себя канал ясновидения, тогда мы вас ждем. Александр сейчас запишет, даст свой контакт, и вы сможете с ним связаться, и он может объяснить, как это можно сделать. На этот морской курс должны ехать люди, исключительно прошедшие первую-вторую ступень в минимуме. Ехать туда, если у вас нет первой-второй ступени, нет никакого смысла. Есть такой вариант, что я буду очень ругаться, а также сделаю вам бобо. Каким образом я это сделаю, начнет болеть голова, вы начнете страдать, я буду давать вам таблетки, у вас ничего от этого не получится. Вот так. Дело в том, что эзотерика и энергия – это достаточно активная, наверное, работа. Тот, кто был на морском курсе, чувствуете энергию, которой я работаю с вами? Это как конкретный электрический ток, который человека просто выносит или выкрывает им мозги. Естественно, если я начну работать только принципиально с сознанием, то вашему сознанию будет просто торба. И глаза болят, и ноги болят, и давление поднимается. А что нужно там? Там нужно обязательно, чтобы у вас было хотя бы базовое ступень подключения, первое и второе. А можно слушать шум и медитировать на Синбон одновременно? Да. Как купить коды? Александр сейчас сбросит. Ага, напишите мне, Женя, Евгений сбросил. Я ученицей школы. Скажите, почему все, что я практикую, появляются у моей взрослой дочери? А я как жила в болоте, так и живу. Правило с 6 до 11. Поэтому если у дочери появляется, значит, она использует правило с 6 до 11. Если вы как в болоте, то у вас с 6 до 11. И не я это сказал. Андрей Андреевич, у меня после прослушивания шумов начинает кружиться голова. Мне пришлось потом лечиться месяц. Что делать? Мне нельзя слушать шумы. Нет. Вы слушаете шумы, которые поднимают энергию. Берите шумы, которые, скорее всего, можете подобрать, которые вам могут помочь. Нельзя человеку неподготовленному сразу же слушать шумы обретения психической энергии. Пробовали слушать? Там его слушать невозможно. Там как будто 50 шкребучих скверчков шкребет в мозг. Продираясь. Это как у стоматолога, когда он достает то место, куда лезть нельзя. Знаете такое, да? Садишься к стоматологу в кресло, и он должен сверлить. И говорит, я только сверху. И после этого тыкает только туда, где прямо нельзя лезть. Понимаете? И после этого сидишь и думаешь, вот сюда вообще не надо, а он туда именно и сверлит. Почему? У кого такое было? А если приятный шум, его не надо слушать? Надо. Это такой шум, который нельзя слушать, потому что он поднимает психическую энергию. Психическая энергия – это внутренний стержень. На него навешана вся наша и позитивная, и негативная жизнь. Вы, человек, который ненавидит окружающих людей, слушаете психическую энергию, ненависть увеличивается. У вас есть жадность, слушайте психическую энергию, жадность увеличивается. Вы кого-то искренне ненавидите, слушайте психическую энергию, она поднимает у вас агрессию к этому человеку. Естественно, для того, чтобы вас отключило, вам мозг отключает. Потом месяцами лечиться можно. Аккуратнее с шумами. Шумы – непростая штука. У меня есть такие сейчас звуки, которые работают в сотни раз лучше, чем шумы. Но люди, к сожалению, к этому не готовы пока. Вы представляете? Вы можете слушать другие шумы, которые будут работать в сотни раз лучше, чем те шумы, которые вы слушаете сейчас. Но после этого просто сойти с ума можно, понимаете? И зачем необходимо это сейчас тем людям, которые это будут слушать? Может ли человек самостоятельно изменить судьбу? Мы ведь в ее запрограммированы. Нет, человек может свою судьбу изменить. Одновременно сколько можно слушать шумов? Одновременно не одного. Какие шумы лучше начать слушать новичкам? Улучшение судьбы, привлечение денег. Вот такие. Мне нравится этот шум. Такой идет. Сэнт Ю написали. Когда будет посещение второй ступени на следующей неделе? Носила зеленую нитку 9 месяцев. Перестала спина и сердце. Врач удивился, смотря на снимок еще носить. Вы сказали, что сын кинет пить сам. Или одну тысячу. Вам и доллары сам слушать не хочет. Я вам включаю, когда спит. Хуже не будет. Сейчас наследство я сестра получим. Ой, как много. Тысячу долларов можно дать. Да, я согласен. А че? А че? Ты сейчас туда, ты сюда. Все. Вот это хорошее эмоциональное. Вот каждый, кто хочет дать мне тысячу долларов, я за. У вас тут 640 человек или 1640? Боже мой, вы бы могли так много сделать в моей жизни для меня. Вы представляете, если бы 640 человек дало бы мне тысячу долларов, то у меня было бы 640 тысяч сразу. А если 1640, то сразу же миллион 640 тысяч долларов США. Боже, я даже от этой мысли счастлив. Вас большое вам спасибо. Эмоции до 11 часов. Скоро так будет. Надо еще помещать. Но когда нас будет миллион, то тогда можно сказать, давайте каждый скинется по тысяче и можно купить город Киев. У Кличка, чтобы он всех выселил. Он тогда объявит... Серьезно, он может, серьезно. Он тогда объявит... Он тогда объявит что-нибудь объявит за деньги и скажет, здесь нельзя больше жить. Все уедут, мы заедем. Он такой, что может. Я ему верю. Наш человек. Он из вчера в сегодня, знаете, мечется, как маркетанская лодка. Из сегодня-вчера, из вчера-всегодня, знаете. Сознание не успевает, понимаете, из вчера-всегодня, знаете. Глядя в завтрашний день из вчера, можно потеряться во вчера-всегодня, понимаете. Вообще, один из самых лучших эзотериков мэр-город, знаете. Я считаю, что они с летчиком, конечно, молодцы. У них... Их расплавило видного времени. Там, наверное, знаете, в месте, где они находятся, там видно, время изменяет свое качество. Место силы города Киева, знаете. Место силы. Туда заходит человек и не может понять, он во вчера или во сегодня, знаете. Конечно, ярко. А всем кажется, что они употребляют наркотики. А это не так. Они просто растянутые во времени, понимаете. Кто-то я сразу не могу понять. Надо, чтобы туда основной приехал, посидел, знаете. Тогда жизнь будет ярче в этой ситуации. Ладно, извините. Интересно, могут ли они разрешить хоть посидеть на том месте, хоть пару часов, знаете. Это ж кучу денег можно заработать, вы представляете. Людей так порастягивать во вчера. А Кличко жил в детстве в моем селе Луговое в Казахстане. Это оттуда началось, я понял. Илья, вы, наверное, там вместе с ним сидели на одной парте. Я ученица школы. Скажите, почему все, что я практикую, появляется у моей взрослой дочери? А, есть такой анекдот, когда человек заходит в крачу и говорит, доктор, почему меня никто никогда не отвечает на мой заданный вопрос? Доктор закрывает амбулаторную карточку, закрывает ее, отдает и говорит, итак, следующий. Я же ответил. Андрей Андреевич, ученица школы. Очень хорошо помогает мантра Манибхадр, да. Но мой бизнес не двигается, поступает предложение, а дальше не продвигается. Делает кокон белым. Надо вот это выполнять. Помните, я говорил, делает кокон белым. Нужно вот это слушать. А также использовать правила с 6 до 11. Даже не задавайте такие вопросы. Вы еще не начали это правило использовать. Сегодня прислали приглашение на выбор по партнерке 1 октября ВКонтакте от какого-то Володи. Это от вас? Нет, это не я. Я же Андрей. Андрей, вы умеете и своим искрометным юмором поднять настроение? Могу, конечно. Знаете, если бы... Я вам могу сказать, у Бога нет тела. Поэтому Богу неинтересно выпивать, есть, сексом заниматься. Его ничего не интересует. И сидел вот так вот Бог перед планетой Земля и смотрел, как там бегают олени. Прошло 10 тысяч лет. Сначала были динозавры. Было неинтересно. Потом были олени. Было тоже неинтересно. Потом он сделал человека. У человека психические завихрения. Боже, он с нами прикалывается. Серьезно. Он нас сделал для прикола. Серьезно. Он смотрит на нас и говорит, Боже, какие вы смешные. А, я не могу. И после этого говорит, надо же, мне так нравится. Вы такие смешные вообще. Одни страдают от того, что у них много. Другие страдают от того, что мало. Даже если взять сугубо женщину, знаете, с длинными волосами хочет, с короткими, с белыми, с черными, с длинными зубами, с короткими. Большие хотят стать маленькие, с длинными ногами, с короткими, с короткими, с длинными. Полные худыми. Даже вопрос, когда говоришь, может, это сделаем. Даже женщина может сказать, да. Второе слово, нет. И третье, не знаю, какое из этих слов непонятно. Для мужчины, который привык да или нет исполнять, то для нее да, нет, не знаю, объясняют, что же такое женщина. Почему? Если мужчина смотрит вперед, женщина смотрит никуда. Если женщина смотрит вам в глаза, знайте, она думает, что она вам нравится. Вы говорите, я тебе сейчас что-то скажу. Понятно. В этот момент она думает, глядя вам в глаза, что вы ей глазки строите. Вы говорите, сколько может это продолжаться? Смотрит в глаза, любуется. После этого, когда вы все сказали, знайте. Она ничего не слышала. Почему? Что бы ты ни сказал женщине, можешь расслабиться, если она смотрит на тебя, она все равно ничего не поняла. Почему? Когда она тебя смотрит и говорит, она слышит. Если она молчит и смотрит на тебя, уже не слышит. Поэтому она столько слышит повышение тона или снижение тона. Если повышение, она говорит, хватит. Если снижение тона, то что бы вы не можете говорить тихонько, я тебя ненавижу, ты какашка. Она будет так, да, да. И после этого, ма, понятно. Почему? особенность строения женского сознания понимать если женщина вот так сидит то ждите сейчас даст морду почему прислушивается если женщина вот так на вас смотрит убегайте сейчас начнет кидаться почему это такая особенность это как слоны уши распускают женщина в момент агрессии идет убегайте если она боком смотрит плавно отползает и понятно если мужчина если вам женщина что-то говорит то никогда в своей жизни ничего ей не отвечать таким образом вы будете самым любимым человеком на земле даже если хочется прикусывать язык понятно если вы хотите объяснить женщине не делайте этого я вас прошу хотите жить счастливо чтобы не сказала женщина не опровергайте не обучаете не сомневайтесь слушайте и молчите после этого вздыхайте и говорите мать моя красота почему все что вы говорите будет нею использоваться против вас как нападение или защита понятно поэтому если две женщины ругаются у каждой своя правда и они друг друга не слышат понятно если женщина говорит что то мужчине просто смотрите на нее радуйтесь что такая живая женщина с вами живет и после этого ни в коем случае ничего не объяснять почему она не готова в этот момент слышать если женщина говорит она ничего не слышит я очень часто это вижу на базаре они друг возле друга становится и каждая на своей волне друг другу разговаривать после этого каждое свое я когда раньше этого не знал думал на базаре сойду с ума аж газ знаете как они так могут вообще обе стали друг на друга не смотрят и ни о чем знаете кто в лес кто подруг естественно если вы любите свою женщину старайтесь ее ни в чем не обучать если вам необходимо сделать так чтобы она поняла то делайте это сбоку когда повернулась боком тогда можно что-то нашептать на ухо если она смотрит прямо она ничего не услышит не делайте ошибок если она смотрит прямо и вы что-то говорит она это воспринимает в виде тона громкого или тихого если громкий это значит вы нападаете если тихий значит жалеете понятно после этого и первое второе может быть расценено плоти против вас поэтому лучше молчать а когда он хочется сказать нет это не так я тебе скажу ой не делайте так никогда у этого спасет вашей жизни послушайте мудрого человека правда хотите жить счастливую молчите молчите слушайте совсем соглашайтесь потом придет время она сядет боком вот тогда говорить вот есть так женщина сидит она слышит если так нет андрей спасибо за все я приезжал к вам в киев за сына алкоголь к вы сказать что кинет через полтора года как что делать что мы не хоть слушать а что не бросил если не бросил доработаю не переживайте бросил андрей дэч вы обещали 10 вебинаров по партнерке был пока один когда ожидается продолжение вы представляете я собирался завтра сделать продолжение по партнерке но скорее всего не получается я объявлю и мы сделаем его посреди этой недели но он будет обязательно третий вебинар по партнер и так ставим указательный палец правой руки перед собой правой правы это то что напротив левой повернитесь боком и услышите что я сказал делаем вдох не закрываем глаза и дотрагиваемся пальцем к лбу и пальцем к лбу раз делаем выдох глаза не закрываем палец убираем и теперь закрываем глаза левый глаз смотрит в левую сторону правый глаз смотрит в правую сторону осознание смотрит вперед вот левое вправо осознание смотрит вперед и вы теперь своим мозгом созерцайте свое сознание интересно делайте вдох делайте выдох открывайте глаза ставьте палец делайте вдох отрагивайтесь к колбу делайте выдох убираете пальцы глаза закрывать правый глаз смотрит в правую сторону левый глаз смотрит в левую сторону сознание смотрит вперед делайте вдох делайте выдох ставьте палец перед собой еще раз открывайте глаза открывайте вдох и выдох колбу палец убирайте глаза закрывайте левый глаз смотрит влево правый глаз право сознание смотрит вперед делайте вдох делайте выдох открывайте глаза ваш путь белый свет сейчас вы прогнули мембрану вашего сознания убрав или увеличив объем вашего сознания отодвинув концепции вашей жизни на задний план и научившись расширять сознание чтобы в этом сознании появлялись новые идеи и появлялись новые знания зачем делается такое посвящение данное посвящение делает человека более расширенным и делает пространство в его сознании увеличивая объем сознания буду свое время сказал слова опустоши сосуд и я его наполню новыми знаниями то что вы делаете вы опустошаете сосуд сознания для того чтобы в этом сознании появилась новое альтернативное сознание, которое может помочь вам в вашей жизни принимать новые решения, получать новые знания, принимать новые решения, которые могут быть альтернативой вашей жизни. Почему? Если бы старые знания, которые вы имеете, могли бы вам помочь, то вы бы, применяя их сейчас, жили бы по-другому. А в том, что вы живёте сейчас именно таким образом, как живёте, говорит о том, что, видимо, тех знаний, которые вам необходимы, у вас не хватает. Или же вы получаете знания, но сосуд сознания у вас закрыт, и основа моей философии не входит туда, а упирается в стену ваших концепций. Таким образом, для того, чтобы новое сознание у вас появилось, нужно отодвинуть старые концепции. Это очень часто происходит сложным образом, и осознать это невозможно. Поэтому и была придумана практика продавливания сознания или мембраны сознания, которая освободит новое пространство для появления у человека новых знаний и новых мыслей. Понятно? Ну, я вас поздравляю, все, кто сегодня присутствовал на этом вебинаре, получил посвящение первой ступени. На этом я заканчиваю данный вебинар. Я надеюсь, вам понравилось. Но это не все. Это не все. Итак. Я думаю. На одни сутки. На одни сутки можем дать доступ к первой ступени или нельзя? Сложно это, да? Нереально, да, это здесь? Хорошо. Сейчас я зайду на свою страницу ВКонтакте, зайду на свою страницу ВКонтакте и дам сейчас три семинара бесплатно, три семинара бесплатно, а также книгу введения в эзотерику, которую вы можете читать. Вот я это все сброшу. И хотел бы вас попросить, чтобы вы в случае, если вы... Что здесь такое? Неужели у меня все закрылось? Что сегодня с тобой происходит? Все. Раз ничего не открывается, значит, ничего не нужно. Это Женя не захотел. Это я его в этом обвиняю. Итак. Хотел вам что-то подарить. Sorry. Подарка не будет. Итак. Я желаю вам настоящего человеческого счастья. Помните о сегодняшних правилах, среди которых правило номер один, которое называется правило. Испытывай состояние радости и удовольствия. Так. Или испытывай накапливание чувств радости. Контролируй свои чувства и агрессию. Со времени 6 часов времени до 11 часов вечера. Старайся в это время испытывать только состояние яркого счастья, удовольствия. Старайся ни с кем не конфликтовать, не терпеть, никого не воспитывать. И старайся делать так, чтобы у вас в это время появлялась радость. Если вы будете это делать до следующего пятничного вебинара, ваша жизнь уже за время этой одной недели изменится в лучшую сторону. Я всех вас поздравляю с новыми знаниями. До свидания, друзья мои. С вами был Андрей Дуйко и эзотерическая школа Кайлас. Наш сайт находится по ссылке duiko.guru. И наш сайт еще это kailas.com.ua. Все остальные сайты, которые предлагают вам наши инфопродукты под непонятными акциями и лозунгами, являются сайтами, которые не относятся к сайту или к моей школе и являются продуктом, который просто использует мое имя или использует какие-то ненастоящие продукты. Также могу вам сказать, если вы слушаете шумы на сайте duiko.guru, то в случае, если у вас что-то происходит в жизни, за это я несу ответственность. Я могу объяснить, что не так, могу объяснить, почему что-то происходит и как там оно работает или как не работает. Но в случае, если вы слушаете шумы на других сайтах, а не на сайте duiko.guru, то в случае, если вы мне скажете, что вы слушали шумы на сайте kailas.biz или kailas.com, kailas.in.ua, и вам плохо, у вас там болит голова, появилось какое-то заболевание, тремор, тубор, пароксизмы и так далее, там тяжелейшие заболевания, несчастье в семье и так далее, то я ответственно заявляю, что я нести за это никакой ответственности не буду и после этого буду отказываться даже консультировать. консультировать. Слушайте на этих сайтах, после этого покупайте на сайтах, там же задавайте вопросы и пусть те организаторы, которые сделали эти сайты, несут эту ответственность. С вами был ваш Андрей Дуйко, до свидания. Ура! Продолжение следует... Продолжение следует...